Продолжение следует... 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 И следующая работа на эту тему, связанную как бы тему, возникла на конференции 2020 года, которая у нас уже в Зуме проходила, это было два года назад, и там очень важный элемент был добавлен к этим трансмутационным идеям, которые он вынашивал на конференции 2017 года. Это связано с электронной компонентой и с нейтринной компонентой, там в уравнениях уже нейтрино стали возникать у него, это очень важно. Ну, развитие происходило и дальше, и вот в настоящее время добавил, вот Федько, я выключаю ваш звук, это я выключил, вам не нужно иметь звук, потому что звук должен быть только у выступающих. А все остальные нас прекрасно слышат. Добавил вот в последних работах, которые мы сегодня послушаем, еще один параметр, важнейший, очень важный параметр, это время. Процесс будет нестационарным. Вот мы посмотрим, как Александр Георгиевич с нестационарными процессами, проблемами, возникающими при трансмутациях в реакторах, в которых лампы накаливания создают особую атмосферу, которая ведет к трансмутациям. Вот таким образом это лампы накаливания, плюс трансмутации, плюс время. Вот это такие вот новинки в этой работе содержатся. Ну и к чему это привело, мы увидим сегодня. Слово Александру Георгиевичу. Саша, пожалуйста, я сейчас тебе дам разрешение. Так, ну надо вот демонстрацию экрана сделать. Да, да, пожалуйста, можешь вывешивать свою презентацию. Кстати, презентацию Саша попросил очень, вот он понимает, как это все организовано, попросил вывесить заранее для того, чтобы люди ознакомились. И я это делал. Я надеюсь, что вы это увидели. Но я только хочу заметить, что я нашел вот в той презентации, которая была выложена, некоторые неточности. Поэтому я вот потом дам более правильную презентацию, и надо будет ее тоже выложить потом. Я ее разошлю вместе с видео, Саш. Ты мне ее пришли, я вместе с видео ее новую версию разошлю. Так, ну что ж. Ну, вроде, смотрите, запустилось сразу. Да, да, да. Такое получилось здорово. Не всегда бывает. Вот. Ну, ладно, начнем. Вот смотрите, это вот слайд из предыдущего доклада. Этот, значит, эти работы, о которых я доложу, были начаты, вот, о начале этих работ я докладывал 1 декабря 2021 года. Ну, это были такие предварительные результаты, вот, о которых я, на которых я сейчас не буду останавливаться. Ну, главная идея в чем состояла? Вот, имеется лампа накаливания, и вот я пришел к выводу, что лампа накаливания, вообще раскаленный металл является источником некого, является источником агента, который вызывает вот эти самые наши холодные трансмутации. Вот работа на что была направлена, о которой я докладывал раньше? На то, чтобы посмотреть, а вот какое тепло выделяется в веществе, расположенном около такого реактора. Ну, здесь проблема заключается в том, чтобы исключить тепло, которое идет от самой лампы, исключить свет, который идет от самой лампы. Ну, вот, это достигалось тем, что лампа была помещена в проточную воду, вода текла через кварцевую трубу, и эта кварцевая труба была обернута алюминиемой фольгой. Ну, и здесь вот на близком расстоянии к трубе, значит, располагался контейнер с исследуемым веществом, измерялось изменение температуры в нем. Лампа включалась на одну минуту, и потом выключалась, и потом смотрели, какой идет прирост температуры. Вот, потом начинает этот контейнер остывать постепенно, вот это вид. Ну, это, конечно, такая идеальная картина, на самом деле еще проходит несколько сложнее. Я вот в дальнейшем в этом докладе, я, значит, расскажу о экспериментах более совершенной, на более совершенной экспериментальной установке, и, значит, там расскажу, какие недостатки в этой установке. А пока я расскажу о некоторых экспериментах, которые были сделаны вот на… Да, вот здесь вот что, зачем я этот слайд поместил, чтобы не останавливаться на том, что это за агент, что это, откуда появились идеи о том, что действительно раскаленный металл излучает этот агент. Вот просто можете посмотреть, были доклады, вот достаточно много уже публикаций на русском и английском языке. Вот можете посмотреть, что это за такой агент. А я сейчас не буду конкретизировать, будем говорить, что вот просто агент, который, значит, влияет на… Агент, который вызывает ядерные трансмутации. Ну, вот это вот, значит, тот сам реактор, который был на первом слайде. Вот видите, здесь вот кварцевая труба, через нее прокачивается вода. Вода проходит через теплообменник, который охлаждается вентилятором. Вот обернута, обернута эта кварцевая труба алюминиевой фольгой, чтобы свет не выходил наружу и не исказал результаты. Вот, значит, что, какая особенность этой установки? Она хороша тем, что ее можно включить, и она может очень долго работать, много часов, или даже можно ее включить на непрерывную работу на протяжении многих суток. И температура около нее невысокая, а близко комнатная, поэтому сюда можно помещать все, что угодно. Ну, что мы? Ну, вот этот реактор мы использовали как источник странного излучения. Сначала это был очень эффективный источник, потом почему-то вот эти все треки исчезли, перестали появляться. Это загадочное явление, то было много, то их стало немного. Но, тем не менее, вот остальные результаты, они все получались точно так же, как и раньше. То есть, это означает, что, значит, какое-то было внешнее воздействие на треки, которое не позволяло им регистрироваться. Я вообще подозреваю вот что. Может быть, действительно, дело в том, что вот в какой-то момент я хотел посмотреть, как влияет магнитное поле, значит, на образование этих треков. Вот, и довольно сильный магнит разместил около вот этого штатива. Вполне возможно, что он магнитился, и вот это магнитное поле повлияло. Вот, как Чижов говорил, что, значит, как бы магнитное поле очень сильно влияет на эти самые, на образование треков. Ну, вот может это повлияло, а может что-то другое. Пока это остается большой загадкой. Вот, но, тем не менее, вот что. Значит, вот при проведении многих экспериментов, вот эта вот фольга, она все время облучалась вот этим агентом. Возникла идея, что хорошо было бы посмотреть, действительно, появилось ли там что-то новое, или ничего не появилось. И благодаря вот содействию Люрия Екатериловича Евдокимова был сделан качественный анализ вещества этого, этой алюминиевой фольги. И вот в сравнении с алюминиевой фольгой не облученной. И вот смотрите, что получилось. Действительно, сильно-сильно возросло содержание многих элементов, начиная от лития и кончая висмутом. Ну, особо много вот здесь получилось железа. Если здесь единиц их ППМ, то есть миллионных долей. Если перевести из миллионных долей, то прирост получается где-то, ну, примерно 5,5-10 тысячных. Вот такая концентрация появилась железа. Ну, вообще-то говоря, это небольшая концентрация. Это уже в районе 4 девяток. На самом деле, вот такие изменения только получаются. Вот видите, чтобы такие даже небольшие изменения, но вполне достоверные получилось, пришлось накапливать эффект на протяжении 500 часов. Вот примерно 500 часов вот эта вот фольга облучалась на реакторе. Саша, а какова ошибка измерений вот эта, ты не указываешь? На ошибку измерений, вот здесь вот она, значит, порог определения, здесь был очень значительный. Вот такой порог определения характерен. Значит, вот эти цифры, они достоверны. Это значительно выше порога определения концентрации. Там, по-моему, мне они не дали вообще. Я что-то не помню такого, чтобы мне дали ошибку измерений. Но, тем не менее, это лаборатория очень оборудована современной аппаратурой, и там работают люди, которые умеют это делать. Вот, ну, вот смотрите, здесь все, что интересно. Алюминий, он очень интересное вещество, поскольку это моноизотопное вещество. Поэтому здесь намного легче вообще анализировать, что вообще может происходить. Здесь новые элементы могут происходить только в результате того, что как-то вот реагирует алюминий с алюминием. Ну, здесь слово реагирует, я бы сказал, такое не вполне удачное, поскольку это как-то все происходит иначе. Ну, короче, вот из двух ядер или атомов алюминия может получиться вот таких вот, значит, 16 энерговыгодных преобразований. Здесь много элементов, которые здесь вот перечисляются. А если взять, значит, уже три ядра или атома алюминия, то здесь получается уже еще намного большее количество возможных таких ядерных преобразований. Короче говоря, вот все это, все вот появления всех этих вот, значит, обнаруженных элементов, содержание которых сильно возросло, вполне возможно, когда вот все это происходит среди атомов алюминия. Ну, что, значит, вот я уже сказал, что вот очень, вот 500 часов накапливаются какие-то вообще миллионные доли по отношению к атомам. То есть процесс идет, процесс трансмутации идет довольно-таки медленно, я бы сказал, даже очень медленно. И вот так, и чтобы заметить какой-то более короткий срок, нужен, хотелось бы иметь индикатор, который мог бы отзываться на очень незначительные изменения концентрации. Ну, вот смотрите, вот известно, что, ну, все знают, что полупрудниковые приборы изготавливаются из материалов с очень высокой частоты. И очень небольшие добавки в этом материале, они влияют на свойства полупрудников. Поэтому вот была реализована такая идея. Вот смотрите, вот здесь вот этот вот тот самый реактор, а здесь расположены различные полупрудниковые диоды. Ну, реакция была по-разному. Ну, например, вот мощные силовые диоды, они как-то не обнаружили какой-то заметной реакции. Вот такие высокочастотные диоды, значит, измерялось что? Измерялось прямое падение напряжения и обратный то. Ну, прямое падение напряжения, оно как бы не изменилось, вот даже на протяжении 78 часов, на которых продолжалось, общее облучение 78 часов продолжалось. Вот не было обнаружено существенных изменений. Но зато обратный ток вот высокочастотных диодов, вот кремниевый диод D223B и германиевый диод D9, вот в качестве примера здесь приведен. Вот уже и кремниевый диод, он вообще обратный ток имеет очень маленький, измеряемый наноамперами, поэтому здесь он даже не видим. А вот уже 5 часов, первая точка была снята через 5 часов, уже через 5 часов достигла величины 0,2 микроампера, да? То есть уже вот такое небольшое облучение повлияло на свойства вот этого диода. А дальше пошло, можно было бы ожидать какой-то линейный, ну смотрите, идут какие, идут, и вот это изменение идет волнами, волнами какие-то пики появляются, а потом они уходят вниз. Ну что, почему это может быть? Ну, дело в том, что возникают самые разнообразные элементы, как мы видели. Одни элементы являются донорами, другие являются акцепторами. Третьи элементы просто внедряются в кастолическую решетку и нарушают ее. И поэтому вот происходит, вот в зависимости от того, что там преобладает, по-видимому, вот и происходят вот такие вот волнообразные изменения. Ну вот хотелось бы, чтобы, конечно, предполагалось, что вот можно будет полупорниковые диоды использовать как такие вот индикаторы, но такой сложный отклик, он, конечно, затрудняет использование полупорниковых диодов, ну, разве что только для грубых измерений. Саш, а можно вот я вопрос задам для понимания? Ну, смотри, вот у тебя полупорниковый диод укреплен, ну, тут в теневой области на лампе на этой. Ты для того, чтобы обратный ток мерить, ты его снимаешь куда-то, уносишь в сторону или здесь прямо мерить? Да, я его снимаю. Это делается в условиях одинаковой температуры все. Вот это... Ну, то есть я убирал, измерял, потом ставил обратно, набирал еще очередную дозу и так далее. Где-то до 78 часов это продолжалось. Понятно, спасибо. Вот. Ну, вот я опять возвращаюсь к измерению тепловыделения в различных веществах около лампы накаливания. Ну, здесь этот слайд, вот, я уже показывал. И в чем недостаток этого эксперимента? Ну, во-первых, вот надо отметить, что эффект очень спадает, быстро спадает со расстоянием. Поэтому каждый раз, вот, когда убираешь контейнер, наполняешь его, подносишь обратно, это неизбежно, неизбежно ошибка, связанная с тем, что он становится в разное место. Кроме того, здесь вот довольно сильно разогревается труба все-таки на несколько градусов за эту минуту, в которой она была включена. И поэтому возникают какие-то конвекционные потоки. Ну, что еще? Значит, и эффект все-таки получается. Здесь эффект как получается? Значит, сначала измеряется пустой контейнер, эффект от пустого контейнера. Потом контейнер заполняется и смотрится, что получается с наполненным контейнером. А потом, значит, находится разница. В этом эксперименте получалось, что эффект, он составляет, ну, 30%, 50% от общего результата контейнер плюс исследуемое вещество. Поэтому получаются такие малые разницы, что приводит к, всегда приводит к значительным ошибкам. Поэтому была сделана другая установка, в которой, по возможности, эти недостатки были преодолены. Вот эта схема. Схема, конечно, она очень условная, но она позволяет понять, каким образом все это было сделано. Ну, во-первых, использовалась не одна лампа, а четыре лампы. Поэтому поле, значит, вот этого агента, создаваемое поле агента, оно значительно более равномерное, чем при случае, чем когда была использована одна лампа. Далее, вот это вот исследуемое вещество, оно находилось строго, строго фиксировалось в определенной позиции. Третье. Значит, вот здесь было несколько экранов, которые предотвращало, ну, на 100% невозможно, конечно, но очень сильно подавляло эффект тепла и света от ламп накаливания. Во-первых, это вот, значит, алюминиевый вот такой отражатель находился, и далее, значит, вот эта вот рубашка. И через эту рубашку прокачивалась вода, поэтому, когда лампа включалась, температура сильно не изменялась. Ну, вот как это было реально реализовано, как это было, значит, реализовано, вот здесь можно увидеть на этом слайде. Ну, вот сам реактор, вот видите, вот здесь вот пробирка, который опускался, значит, контейнер с датчиком температуры, вот этот вот контейнер, он имеет диаметр 1 сантиметр, высоту 2,5 сантиметра. Ну, еще есть такой легкий штырек, который позволяет, когда опускается, значит, этот контейнер в пробирку, фиксируется на строго определенной позиции относительно ламп. Вот вы видите, здесь вот эта вот пробирка, она вставлена в алюминиевый такой цилиндр, в этот цилиндр, значит, вставлены трубочки, одна трубочка достает до дна, другая трубочка где-то вот сверху идет. И все это, значит, здесь зазалито герметиком, и вот через эти трубочки пропускалась вода. И поток воды был такой, что за минуту вот она полностью, полностью эта вода обновлялась, если какое-то тепло выделялось, то это все нивелировалось очень быстро. Ну, вот видите, здесь вот две лампы из четырех, ну, и снаружи, чтобы не ослепнуть, вот это все прикрывалось внешним экраном. Ну, вот эта вот вся установка на столе стоит, но силовые трансформаторы повышающие, они вот находятся под столом, их не видно. Вот это реле времени. После нажатия на кнопку свет включался ровно на 10 секунд, чтобы не было никакой ошибки, все это однозначно повторялось. Дальше, ну, вот это блок, значит, это источник стабилизированного питания, это вот усилитель, усилитель сигнала с термодатчика. Что здесь еще? Вот здесь вот бак с ванной, ванной с водой, в которой находится компа, она гоняет воду через вот эту вот рубашку. И еще здесь имеется фотодиод. Вот когда зажигается лампа, он точно фиксирует момент, когда вот эта лампа включена. Ну, вот что получается. Вот смотрите. Вот это сигнал с фотодиода, это то есть когда включается лампа. Лампа включалась на 10 секунд, и после этого вот развиваются процессы. Вот что интересно, вот лампа включается, а процессы идут значительно на протяжении намного большего времени. Вот эта вот минутка, вот видите, что максимум достигается здесь, ну, где-то вот через 3 минуты, через 3 минуты после того, как на 10 секунд включается лампочка. Ну, с чем это связано? Ну, трудно сказать пока. Я вообще сначала полагал, что это просто какие-то инновационные тепловые процессы. Ну, может быть, это именно как-то связано с физикой явлений, пока довольно трудно об этом судить. Это надо еще думать и исследовать дополнительно. Ну, вот как рассчитывалось тепловыделение. Ну, для того, чтобы знать тепловыделение, надо знать массу, температуру, изменение температуры, удельную теплоемкость. Ну, если известно масса и удельная теплоемкость, можно определить теплоемкость, вот общую теплоемкость. Значит, вот эти вот кривые, они характеризуют суммарный эффект от контейнера и от вещества, которым наполняется этот контейнер. Чтобы выделить только эффект от вещества, эффект от контейнера вычитался. Ну, вот видите, здесь вот довольно сильное различие получается между контейнером и без контейнера, то есть эффект от самого контейнера невелик по сравнению с общим тепловыделением. Поэтому точность результатов здесь значительно выше, чем в предыдущем эксперименте. И вот что еще вот такое вот, если на пальцах показать. Вот смотрите, здесь, когда пустой контейнер, здесь температура поднимается, вот мы видим, на один примерно градус. Здесь температура поднимается, ну, где-то на целых 0,7 градусов. Вот если бы не было никакого тепловыделения внутри, смотрите, здесь теплоемкость, скажем, алюминия в 5 раз, теплоемкость контейнера с алюминием в 5 раз больше, чем теплоемкость без алюминия. Поэтому, если бы не было внутреннего тепловыделения, тогда бы подъем температуры был бы в 5 раз меньше, чем у пустого контейнера. А на самом деле мы видим, что температура поднимается, ну, почти до такой величины, как и у пустого контейнера. Саш, скажи, пожалуйста, теплоемкость алюминия, она же не может быть 2,12. Теплоемкость, удельная теплоемкость алюминия 0,9. Вот. А у тебя теплоемкость суммарная 2,57. Мы умножаем на массу. Умножаем на массу и прибавляем еще вот теплоемкость контейнера. Так тоже надо на массу. Как-то вот непонятно, как все три дела. Ну, ну как. Вот умножаем удельная теплоемкость вещества контейнера. Вот. 0,44. Да, умножаем на 1,05 на массу. Получаем 0,46. Теперь берем алюминий. Масса 2,85. Умножаем на 0,90. Получаем 2,57. Вот. Удельная теплоемкость. Это еще... Да, да. Теплоемкость – это разные вещи. Еще сюда прибавляем теплоемкость контейнера. Саша, может быть, имеет смысл вернуться вот к той формуле, которая у тебя там на втором слайде буквально. Покажи там. Вот это будет понятнее, о чем ты тут говоришь. Вот формулу покажи, которая с обработкой у тебя ведет. На втором... Вот она, да. Вот ее растолкуй, пожалуйста. Да. Ну, вот смотрите. Значит, изменение температуры пропорционально мощности тепловыделения умножить на время этого тепловыделения. То есть, по сути дела, это, значит, это тепловыделение в джоулях, потому что мощность, она может меняться. Но лучше здесь просто иметь в виду, что здесь имеется в виду, значит, тепловыделение в джоулях, которое произошло. Тебе надо взять интеграл, не просто... Да, да, правильно. Поэтому я сначала вроде работал с мощностями, но я потом, как вы видите, перешел к джоулям, к интегралам, к интегральному тепловыделению. Кстати, вот в том эксперименте, о котором я докладывал 1 декабря, действительно, вот была картина близка к этой. Там была длительность включения лампы намного больше, и уже получалось так, что вот этот максимум, он как-то не отделялся от времени включения лампы. А это было вот, они были, сливались. А здесь вот мы видим, что момент освещения короткий, он отделен довольно большим промежутком времени от момента достижения максимальной температуры. Ну и, значит, изменение температуры, значит, пропорционально тепловыделению в джоулях, энерговыделению, и обратно пропорционально суммарной теплоемкости, значит, контейнера и вещества, которые загружены. Ну вот это, собственно, и обыгрывается вот в этом, то, что здесь нарисовано. Ну, то есть у тебя получается ку, Саш. Что? Ку его обозначают. А, ну ку, да, ку. Тепловыделение, да. Ну, ку, можно сказать. Ку с джоулях, конечно. Правильно. Ну, вот здесь вот, что очень интересно, значит, смотреть, какой же у нас порядок, вот, обсудить вот величину вот этих вот эффектов, которые мы наблюдаем. Вот мы, допустим, вот для алюминия мы видим тепловыделение на 1 грамм 0,55 джоуля при облучении 10 секунд. Ну, мы видели, что в алюминии как будто бы наиболее, больше всего получается железо. Ну, и там простая, самая простая, самый простой путь с мутацией. Это два из двух атомов железа получается один атом, из двух атомов алюминия получается один атом железа. И плюс 21,8 мыла. Вот, если посмотреть, сколько же, сколько, вот для образования, для выделения вот этого 0,55 джоуля, сколько же нужно ядер, чтобы право взаимодействовало. Мы видим, что для этого требуется 1,6 на 10,11 ядер. А это составляет 7,4 на 10 минус 12 степени от числа, значит, атомов алюминия в одном грамме. То есть, если мы посмотрим, вот после такого опыта, то никакой, конечно, самый чувствительный индикатор не покажет нам изменения в составе, не покажет какие-то трансмутации. И мы видели, что вот 500 часов непрерывной работы, и то показывает нам какие-то миллионные доли накопления, ну, там, может, десятитысячные. Вот, если продолжить дальше вот этого сравнения, что для достижения концентрации железа в алюминии при таком, при облучении вот на этом реакторе, для достижения концентрации в алюминии в одну тысячную потребуется 43 года непрерывной работы реактора. Вот это получается, что вот этот вот, значит, реактор, он, конечно, интересен, но это довольно-таки слабый источник вот этого агента, который производит трансмутации. Но что хорошо, это стабильный, стабильный источник и источник, который легко, он хорошо воспроизводится и его легко реализовать. Вот каждый из вас может легко такую установку сделать без всяких проблем. Ну, сейчас есть и БИППМ-ы. А это 10-8 определение. Не ППМ, а БИППМ. ППМ – это части на миллион. Это часть на миллион, да. А БИППМ – это еще в два раза. Куда я ушел? Так, куда-то я ушел. Так, как у нас текущая. Прощелка, прощелка. У тебя все нормально, да. Ну, теперь я туда помещал в контейнер много всяких разнообразных веществ. Валерий Зателепин видел, сколько у меня всяких веществ в коллекции. Вот я довольно много измерений сделал. Вот для начала, вот просто чистые, если взять чистые элементы. Здесь показано Z, значит, атомный номер от 3 до 83, от Лития до Висмута. Такая вот, значит, большой диапазон. И показано, сколько при 10-секундном облучении выделяется тепла в джоулех на грамм. Но для того, чтобы это было наглядно, я вот принял тепловыделение в алюминии за единицу. И такое вот стандартное вещество. И смотрим, сколько получается относительно вот этой единицы. То есть, больше всего тепла выделяется в единицу массы в литии. Более чем в 3 раза выше, чем в алюминии. И меньше всего в Висмуте. Вот видите, получается вот такой диапазон от 0,15 до 3. То есть, где-то свыше 20 раз меняется величина тепловыделения для разных элементов. Если отложить на графике зависимость относительного тепловыделения от атомного номера, то получится зависимость, прослеживается зависимость такая вот близкая к обратной пропорциональности. Х в степени минус 0,92. Можно я вопрос задам? Все-таки еще раз расскажи, каким образом ты тепловыделение определяешь? На основании какой кривой и на основании какой формулы? Вот еще толковый раз объясни, пожалуйста. Непонятно. Как определяется тепловыделение? То, что ты называешь тепловыделением. Ну вот берется, значит, берется, вот считается, что берется разница температур между исходным уровнем и максимальным уровнем. Ну тут и считается, что вот эта, значит, разница температур соответствует, вот, соответствует, она пропорционально, значит, Ну ты берешь эту разницу, может, теплоемкость суммарная, да, которая для каждого вещества своя, она, и можно по нее... Ну это константа какая-то для данного вещества. Для данного вещества. Вот на высоту вот этой кривой. Мы определяем вот суммарное тепловыделение и из него вычитаем тепловыделение. Сейчас, подожди, подожди. Итак, суммарное тепловыделение – это вот эта высота, высота вот этой кривой, помноженная на тепловыделение. Да, вот по высоте максимум определяется суммарное тепловыделение. Да, то есть если теплоемкость, вот эту дельта Т, которая есть высота, в данном случае 3,3 клеточки у тебя, помножить на теплоемкость этого вещества, алюминия в данном случае, это получится то, что ты называешь суммарным тепловыделением. То же самое делается для пустого контейнера, и из вот этого эффекта вычитается вот этот эффект, и получаем тепловыделение только в одном алюминии на единицу массы. Ну, значит, вот это тепловыделение еще надо разделить на массу, и получается тепловыделение на единицу массы. Ну, вот здесь для разных веществ вот это вот получено. Ну, видим, что вот, ну, я потом расскажу, где чего получается больше. Саша, но все-таки процессы у тебя не стационарные, правильно? Конечно, конечно. Казалось бы, надо было бы брать какую-то среднюю температуру по не стационарному процессу, так сказать. Ну, как-то усреднить все это дело. Нет, нет, нет. Почему ты по максимуму? Если мы хотим определить общее тепловыделение, то надо максимальное изменение температуры найти, а не среднюю. Это не какие-то флуктуации, это просто вот тепло выделяется, температура повышается. Ну, даже видно из двух картинок, то, что у тебя вот все-таки они, так сказать, не стационарности, а она как-то отличается у одного и другого. Конечно, конечно, потому что это тоненький, значит, контейнер, он сделан из фольги. Поэтому остывание происходит быстрее, здесь остывание происходит медленнее. Вот так вот смотри, у тебя все разное, масса разная, вот разных веществ масса разная, поэтому инерционность будет разная. Поэтому как-то надо либо массу одну и ту же, либо не стационарность как-то учитывать. Как-то все это, мне кажется… Да, масса учитывается тем, что она на нее делится потом. Вот. Нет, нет, здесь имеет значение именно теплоемкость, в которую входит удельная теплоемкость и масса. Вот это вот повышение температуры, она зависит от теплоемкости, которая является произведением массы. Казалось бы, либо стационарный процесс, либо какая-то методика по определению в нестационарном процессе. Калибровка должна быть обязана. У тебя отсутствуют калибровочные эксперименты? Ну, он калибровочные эксперименты кто-то делал давно, и результат занесен с таблицей, которые имеются в справочниках. Вот что я могу по этому поводу сказать. Конечно, конечно, вот здесь, значит, немножко мы недоизмеряем, потому что уже вот, когда вот идет этот процесс, уже одновременно идет и охлаждение. Поэтому, на самом деле, здесь нужна была бы какая-то экстраполяция, и, значит, вот результат, точный результат, надо было брать вот какой-то вот здесь вот, величины. Но, на самом деле, это, если мы начнем до каждого вещества это делать, то мы можем получить еще большую ошибку, чем если просто смотреть максимум температуры. Здесь мы, может быть, не добираем везде, в каждом веществе, может быть, 10%, 10%. Ну, лучше уж не добирать, чем прибавлять, как что-то непонятное. Конечно, я согласен, что это эксперимент не идеальный. Тут никакого, даже никакого спора нет. Тут не идет везде каких-то абсолютных измерений. Здесь очень интересен именно относительный результат. И ставилась задача получить результат сравнительный. Какие вещества работают лучше, какие вещества работают хуже. А главное, что вообще есть ли эффект или нет. Очевидно, что эффект есть. Тут даже сомневаться нечего. А тут точно, о высокой точности говорить мы просто не можем, само собой разумеется. Таша, а вот про 43 года. Вот можно вопрос еще, тоже для прояснения. Извини, что вопросами сразу тебя стали мучить. Значит, вот смотри, ну это ты для одной тысячной, а вот для одной миллионной. Сколько надо времени проработать реактору, чтобы на один ppm что-то там выросло? Одной миллионной? Ну, миллионные доли. Вот ты на них, чтобы... Сколько надо реактору работать? Ну, соответственно. Соответственно, есть какое-то или нет? 43 года на тысячу разделить. Ну, если ты раздели, ты же уже делил, наверное, так? Да, ну вот тот эксперимент, о котором я в самом начале рассказывал, он как раз и говорит о том, что вот 500 числов он дает результаты где-то на уровне миллионных, значит, до 100 миллионов долей. То есть, по порядку величины ppm и получится, если 500 часов работать, да? Да. Понятно. Получится, получится, но здесь ведь все-таки разные реакторы, поэтому различия может быть достаточно большим. Там используется одна лампа, а здесь используются четыре лампы, хотя там, может быть, немножко ближе находился этот контейнер. Здесь он, может быть, находился немножко дальше от этих ламп. Вот. Поэтому тут точного соответствия быть не может. Но если с точностью до порядка, то все получается, все нормально получается. Спасибо, ты ответил, спасибо. Александр Григорьевич, извини, вот еще вопрос. У тебя, значит, итоговая получается вот та красная строчка, которая в конце идет, да? Когда у тебя на грамм все выделение на единицу. Вот эта строчка. Понятно. Спасибо. Можно тоже вопрос задать по вашему эксперименту. Слушаю. Скажите, пожалуйста, а в каком виде вещества засыпались в ваш контейнер? В виде порошка? Вот это хороший вопрос, да, я на него отвечу потом. Хотелось бы сразу выяснить, потому что в вашем контейнере, она не очень убедительна. Это были вещества и в виде порошков, значит, крупнозернистых, мелкозернистых и в виде монолита. В общем-то, результат получается примерно одинаковый. То есть, вы алюминиевую стружку засыпали, да? Вот вы показываете нам десятый слайд. Там в контейнере алюминиевая стружка или пудра, что там? В каком виде? Ну, вот опыт показывает, что от структуры не зависит. Кстати, вот то, что результаты примерно одинаковые получаются. Если насыпать порошок и вставить монолит, масса сильно отличается. А вот выделение на единицу массу получается примерно одинаковым. Это все-таки как-то... А вот термодатчик монолит... ...оказывает на то, что довольно правильные результаты получаются. А термодатчик у вас где внутри монолита алюминиевого располагался? Термодатчики прикреплялись к боковой стенке контейнера. Еще замедление, конечно, может быть связано еще с тем, что вот устанавливается равновесие не сразу. Сначала вещество греется как-то вот в середине, преимущественно, потом это расползается. На мой взгляд, вещество у вас греется с краю, потому что у вас освещается поверхность. Нет, нет, нет. А потом, да, датчик, который в серединке вашего цилиндра в веществе там закопан, вот это тепло распределяется, но и смещено максимум после вспышки ламы. Дело в том, что это освещается тепло. Ну, во-первых, если вот этот вот агент идет, он обладает высокой проникающей способностью, поэтому он освещает все более-менее равноверно, что тонкий вот этот вот контейнер, что вот вещество внутри. Ну, это не может быть, с этим я не согласен. У вас есть стакан, у вас на этот стакан, на его поверхность падает инфракрасное излучение, поверхность нагрелась, потом вы выключили источник излучения, вот это тепло начинает распределяться по этому объему контейнера. И, наконец-то, вот этот максимум приходится на ваш термометр, который в центре закопа. Значит, этот максимум термометр регистрируют, а потом идет стадия остывания. Он не в центре, сказано было. Юрий, вы не поняли комментарий Пархомова. Он сказал, что контейнер, что вот этот термодатчик, терморезистор прикреплен к контейнеру. Он, это на рисунке в центре, а физически он располагается у него с краю, по сути дела. Он бы должен сразу греться. С какого края? С четырех сторон? Один в этих экспериментах действительно терморезистор был в центре. Может быть, с этим тоже связано то, что там, значит, вот этот вот максимум, он не так заметно отодвигался от момента включения. Ну, непонятно, вы датчик показываете на слайде седьмом, он у вас в центре контейнера. Да, вот это вот рисунок, он относится к первому эксперименту. Там действительно термистор, вот он, торчал где-то в середине, и насыпалось туда вещество. Ну, да, это вот не очень удобно, потому что сюда нельзя было монолиты вставлять. А вот когда термистор стоит, значит, сбоку, термодатчик, тогда сюда уже можно все, что угодно вставлять. Нет, ну, термистор вы за образцом ставите, получается, то есть на неосвещенной поверхности. Термодатчик внутри стоит. Ну, а что вы имеете в виду под освещением? Нет, ну вот у вас есть четыре красных лампочки там, да? Да, если вы имеете в виду инфракрасное излучение, то оно практически не действует. Вот вы скажите, термодатчик у вас вот в этом устройстве, он где располагается? Вот у вас коричневое вещество. Вот он вот здесь вот располагается. Вот здесь вот располагается. Так, давайте все-таки оставим вопрос и дадим докладчику до конца расскажу. Ну, что касается инфракрасного излучения, вот измерялось, насколько повышается температура вот этой воды. Она за эти 10 секунд повышается меньше, чем на 1 градус. Когда, значит, перепад, при таком перепаде температур между, значит, вот приемником и излучателем, теплопередачи путем, значит, излучения инфракрасного, оно практически не происходит. Если есть теплопередача, то она только путем, значит, теплопроводности через воздух и конвекции. Других способов теплопередачи нет. И действительно видно, что вот когда здесь стоит пустой контейнер, действительно происходит нагрев, но он значительно меньше, чем нагрев от тепла. Все-таки вот анализ показывает, что нагрев от вот этого тепла, от теплопередачи, значительно меньше нагрева от вот этого, от действия вот этого агента. Ну, насчет агента это все искусственно, да? Давайте все-таки перенесем, это дискуссия. Ну, ладно, давайте предположим, что все-таки у меня сделано более-менее все правильно и посмотрим, какие же получились результаты. Хорошо, спасибо. Ну, вот уже я начал обсуждать вот этот вот слайд. Вот зависимость от, значит, атомного номера близкая к обратной пропорциональности, но есть некоторые отклонения. Вот видите, вот видите, значит, фосфор, медь, углерод. Вот магний выскочил наверх по сравнению с другими элементами. Вот смотрите, например, вот если взять магний, магний и алюминий. Магний эффект больше, чем в алюминии, в 1,6 раза. Ну, что еще? Посмотрим, вот фосфор и серу тоже рядышком стоят. В сере тоже значительно больше эффект, чем в фосфоре. Вот можно сравнить тоже железо и марганец. Тоже разница есть такая, что железо все-таки больше дает. Медь и никель. Смотрите, большая какая разница. Но можно заметить такую закономерность, что вот эти вот все вещества, в которых, которые дают сравнительно низкий эффект, а это вот они вещества моноизотопные или состоящие из, скажем, из двух изотопов, из небольшого числа изотопов. А те вещества, которые дают более сильный эффект, они имеют много изотопов. Вот и углерод, он практически состоит из одного изотопа. Фосфор – это моноизотопный элемент. Медь тоже. Медь состоит из двух изотопов, но если сравнить с никелем, то там уже четыре изотопа, поэтому получается меньше. Но вот такая закономерность. Пока вот можно вылавливать вот эти вот какие-то закономерности, и потом можно будет думать, с чем же это может быть связано. И вот здесь вот эта вот таблица, здесь приведены все элементы, которые были испытаны, довольно большое количество элементов. И здесь вот написано, какие можно сделать обобщения, какие можно сделать выводы. Ну, уже частично уже ответ был дан. Элементы с маленьким атомным номером – водород, литий, бериллий, бор, а также химические соединения, их содержащие, имеют наиболее высокое тепловыделение на единицу массы. Ну, тепловыделение на единицу массы – это фактически тепловыделение на один нуклон, потому что вес, масса вещества, она определяется прежде всего массой протонов и нейтронов. Ну, с небольшими поправками, конечно, но с очень достаточно высокой точностью. Ну, и элементы с высоким атомным номером, такие как вольфрам, свинец, висму, а также химические соединения, их содержащие, имеют низкое тепловыделение. А вот если в химических соединениях с большим Z присутствуют элементы с маленькими Z, то тепловыделение значительно повышается. Вот смотрите, вот это уксусно-кислый свинец, да, в нем содержится водород, углерод, кислород. А это вообще вещество, которым много водорода, значит, пара, вольфрамат, аммония – такое вещество. Здесь вот, видите, вот если мы возьмем вольфрам, то вот в нем 0,17, да, мы видим по отношению к алюминию. Если мы возьмем оксид вольфрама, здесь уже получается 0,45, значительно более высокое тепловыделение. А если мы возьмем вот эту вот пару вольфрамат, аммония, где много водорода, тут уже вообще 0,74, уже довольно высокое получается энерговыделение. Точно так же вот в свинце, если мы возьмем свинец, свинец, где у нас тут, вот, свинец, 0,18. Или другой образец дал у нас 0,13. Ну, это, в общем, близкие цифры. Кстати, вот в таких вот пределах разброс наблюдается, когда делаются измерения нескольких образцов. Вот это вот укусно-кислый свинец, в нем много водорода и других легких лимитов. Вот уже с 0,18 поднимается до 0,69. Ну, вот был задан вопрос о том, в каком состоянии загружалось вещество. Для некоторых веществ здесь приведены результаты, которые получены для монолита и для порошка. В данном случае микропорошок, микронный порошок. Получается, что 0,29, 0,27, примерно одно и то же. Титан, титан, вот возьмем тоже микропорошок и титан-монолит 0,50, 0,53. Никель, никель тоже монолит и микропорошок 0,46, 0,49, очень близкие величины. То есть, вот видите, вот от этого как раз тепловыделение как-то не зависит. А диаметр вашего образца сколько в миллиметрах? Скажите, пожалуйста. Диаметр образца 1 сантиметр. Спасибо. А вот еще можно посмотреть, вот интересно, как влияет ли дейтерия. Здесь вот с дейтерием два вещества. Дейтерит, то есть титана H2 и титан D2. Ну, получается, довольно близкие величины 0,68 и 0,70, 0,75. Ну, в пределах ошибки, можно сказать, что вообще трудно сказать, что больше, что меньше. Потому что ошибка определения, она все-таки, ну, процентов... Ну, понятно, что она не слишком высокая в данном эксперименте. Вот, еще сравнивалось, вот, спасибо Сергею Годину, он мне предоставил вот эти образцы и дейтерит титана, и, значит, тяжелую воду он мне тоже предоставил. Вот здесь вот есть тяжелая вода. Можем сравнить простую воду и тяжелую воду. Вот вода, она одна из, ну, дает очень высокое тепловыделение на единицу масла. Вот видите, тройка, почти столько же, сколько литий. Ну, вот тяжелая вода. Она дает 2,89. По-моему, тоже вообще в пределах ошибки, можно сказать, что они совпадают. Саша, вот этот дейтерит титана, который тебе Годин давал, это новодорожный титан или это соединение химическое титана? Да, это новодорожный титан, поэтому, в общем, довольно трудно сказать. Но, может, если он присутствует, он, может быть, сам пояснит, что это за образцы, которые он мне предоставил. Он присутствует. Хорошо бы, чтобы он немножко рассказал. Чуть попозже. Ну, хорошо. Ну, вот, собственно, все, что я и хотел сказать. Вот давайте такие, значит, сделаем, подведем итоги. Если, значит, поверить в то, что эти мои результаты все-таки в какой-то мере правильные, вот можно сделать такие выводы. Пройденные эксперименты подтверждают, лишний раз подтверждают, потому что были и другие эксперименты, о которых я доказывал, что раскаленные металлы порождают агент, вызывающий тепловыделение в окружающем веществе и ядерной трансмутации. Ну, мы видели, что в алюминии ядерные трансмутации, их просто мы вывели анализами. Ну, тепловыделение, ну, вы можете, конечно, придраться тут. Ну, я старался сделать это все как можно качественнее. Наиболее эффективно эти процессы происходят в легких элементах – в водороде, литии, бериллии, боре и в химических соединениях, их содержащих. Ну, это уже об этом мы видели. Элементный анализ алюминиевой фольги после длительного облучения в реакторе с лампой накаливания показал богатое разнообразие возникших нуклидов. Ну, вот такое богатое разнообразие, как я видел и в других экспериментах, об этом я докладывал, и об этом написаны статьи, и уже об этом, собственно, на этом и держится идеология, которую я придерживаюсь. Вот что и Рускоев тоже обращает внимание на то, что образуется много элементов, много разных изотопов. И Рускоев также предположил, но и не только он, что объяснить это многообразие можно, предположив многоядерный характер происходящих трансформаций. Ну, действительно, вот превращение из алюминия в другие элементы может быть только, если алюминий реагирует, не реагирует, а как-то вот, значит, какие-то идут процессы в нескольких атомах алюминия, которые могут породить, которые порождают другие элементы. Но я пока вот лично не вижу, какие могут быть иные возможности многоядерных преобразований, кроме слабых взаимодействий. А слабые взаимодействия, они, понятно, происходят с участием нейтрина. В данном случае могут быть, могут работать нейтрины очень низких энергий. Ну, нейтрины и электроны, соответственно, тоже могут принимать в этом участие. Откуда могут браться нейтрины? Нейтрины очень низких энергий могут возникать при столкновении к частиц вещества в процессе теплового движения. Особенно эффективно при столкновениях электронов с атомами в металлах. Ну, это вот то, о чем я уже давно, эту идею я давно уже стараюсь пропагандировать, но она как-то пока не очень воспринимается научной общественностью. Но пока вот я вижу, все другое, я как-то вот, как-то меня не убеждает. Ну, собственно, давайте вот на этом закончим. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, сейчас у нас стадия вопросов, поэтому именно вопросы задаем, а обсуждения и какие-то свои комментарии, длительные выступления – это потом. Первую руку поднял задолго. Анатолий Иванович Климов, Толь, пожалуйста, тебе вопросы. Задавай вопросы. Спасибо, Валерий Николаевич. Ну, и спасибо Александру Григорьевичу за его доклад. Саш, у меня два вопроса. Один короткий. Значит, все-таки, ну, ты, доклад, две части имеется. Трансмутация и вот тепловые измерения. Вот по поводу трансмутации. Все-таки, скажи, пожалуйста, вот у тебя был фольгу, которую ты отдавал на анализ, значит, алюминиевая фольга, значит, вот в этот самый, в университет там в Казанске, значит, и, а вторую для сравнения, ты, наверное, все-таки брал из этой же серии, вот как, значит, вопрос заключается так. Мы знаем, что это вот этот ИДС-анализ, он, так сказать, с одной точки берется, так сказать. Как все дело обстоит, если брать статистику по поверхности, раз, то есть разброс какой-то результатов, и второй, все-таки, значит, нельзя ли было брать одну и ту же фольгу, значит, один и тот же этот самый, и от нее до начала кусочек, так сказать, как контрольный отрывать. Это первое. Да, да. Ну, давай я отвечу, что ли, сразу. Давай, давай. Это был ICP-MS-анализ, поэтому это не для каких-то точек, а этот образец растворялся и потом анализировался. Значит, из одного и того же рулона, вот этого алюминиевого фольги, брался кусочек, которым оборачивалась кварцевая труба, и из этого же рулона брался кусочек алюминия, который был как бы образец. Саша, ну это хорошо, но не очень, потому что, я опять подчеркиваю вопрос, ICP-M это уже лучше, чем ИДС, но все-таки там у тебя разница в PPM-ах, поэтому, значит, все-таки, значит, один кусок рулона и другой может значительно отличаться по составу. Значит, все-таки разброс, вот нельзя ли было как-то сделать все-таки понадежнее, чтобы было из одного и того же листа. Какой-то из одного и того же листа, конечно. Нет, это рулон, рулон один и тот же, а листы ты в разное время отрывал, в разных условиях находил. Вот, вот взял этот вот кусочек, ну и оторвал, так сказать, от него маленький кусочек для контроля. Значит, ну, для чистоты. Коль, ну он сделал как сделал, ты задал вопрос, он ответил, так? Второй вопрос мой попроще. Еще, значит, у тебя, мы видели, что самый большой эффект, на самом деле, наверное, не в литии, а в воде, или он приближается к литию. Значит, вот чем ты связываешь, что в воде у тебя нисколько не хуже бериллия и лития, чем он обусловлен, водородом или чем еще? Ну, вот я думаю, что общая закономерность продолжается. В чистом водороде невозможно было сделать эксперимент. Вот, вот эта кривая показывает, что чем легче, чем меньше, значит, масса, чем легче элемент, тем лучше он работает. Ну, вот, значит, мы видели только в соединениях, а может быть, если чистый был бы сейчас водород, он, может быть, еще больше дал цифру. Ну, ладно, спасибо, Саш. Спасибо, спасибо, Анатолий Иванович. Евгений Иванович Горов, пожалуйста. Спасибо, Александр Григорьевич, за очень интересный доклад. Такой вопрос. Вы учитывали как-то и известны ли вам эксперименты Болотовых? Такие есть, значит, Борис Васильевич и его отец. Они, в общем-то, значит, согревались лампами, правда, радиолампами с подогреваемым катодом или катодом прямого накала. Вот. И потом, так сказать, уже Болотов Борис анализировал вот эти вот катоды и находил, так сказать, очень грубыми качественными методами, что там шли трансмутации. Вот эти аспекты вы как-то рассматривали, учитывали? Ну да, я вот про Болотовых слышал, и что у них было тоже большое избыточное тепловыделение, они получали. А что касается анализа, я вот, пожалуй, не слышал об этом. Спасибо за эту информацию. Спасибо. Следующий. Евгений, больше нет вопросов? Нет, все, спасибо. Спасибо, Евгений Егоров. Офшаров, пожалуйста, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, один вопрос, связанный с лампами самими. Я понимаю, что это галогеновые лампы у вас там. Если галогеновые, то они имеют в своем составе еще инертные газы. То есть там не чисто металл накаленный, а там еще имеется при маленьком давлении инертный газ. Я правильно поникл? Ну там, наверное, там бром обычно добавляют, насколько я понимаю. Инертные газы, ну, наверное, да, тоже, чтобы снизить теплопотери. Они тоже могут влиять на... Ну, может быть, но я не думаю, что там такие микрограммы вот этих газов, что просто очень... Там дело в том, что эта нить-то, она сама имеет очень маленькую массу, порядка 100 миллиграмм. Поэтому, наверное, с этим именно и связано, что вообще довольно слабые эффекты наблюдаются по сравнению, скажем, с теми реакторами, с никель-водородными, которые я испытывал. Там массы на порядок, можно иной раз даже на два порядка больше вот этих 100 миллиграмм, которые нагреваются. И мощность там намного больше. А вот эта лампа, она хорошая. Я уже сказал почему. Потому что эффект хорошо воспроизводится, и легко вот такие установки без больших проблем. Это понятно. Просто я в свое время заказывал нестандартные лампы. Мне рассчитывали обязательно, рассчитывали наполнение определенное. Чтобы обеспечивать, значит, температуру и так далее. Ну вот, все, спасибо. Спасибо, Афшаров, за вопрос. Саша, он просто хотел сказать, что не только нить накаливания в этом процессе участвует, но еще и вещество, наполняющее, если он есть, этот процесс. Но вещество наполняющее лампу. В этом было и дело вопроса. Да, я не могу пока на этот вопрос ответить, участвует это вещество или нет. Скорее всего, я думаю, что не участвует заметно. Спасибо, спасибо Афшарову за вопрос. Александр Павлович Никитин, пожалуйста, Ваш вопрос. Александр Георгиевич, у меня бы к 11-му слайду, в общем-то, такой, мне кажется, очень характерный график у Вас получился. И вопрос уточнения, и для понимания. 11-й слайд, можете открыть? Вот этот, да? Нет, где график у Вас, 11-й. Да, насколько я понял, Вы только с водой делали, ну, какую-то ампулу, видимо, да, с водородом не удалось. Ну, ясно, что можно прогнозировать, да, что водород, ну, и, соответственно, вода с водородом, с водой-то делали, да? Да, да, с водой делали. А Вы просто на графике не показали, что ли? Этот график для чистых элементов. Это не для соединения. Можно, вопрос, с водой-то лучше, больше тепловыделения, чем у Витки? Саш, покажи табличку лучше, так вот, табличку, да, где у тебя там вода есть? Вот таблица. Воды нет, а вода хорошо работает, да, вода хорошо работает. Но лучше, чем литий? Ну, получается, что литий лучше работает, но если мы хотим каких-то практических целей использовать, то тут возникают вопросы технологические, что вода, она быстро закипает, допустим. Если температуру высокую получить, то надо давление высокое иметь. Литий – это вообще вещество, которое все разъедает, с ним работать чрезвычайно трудно, если он в расплавленном состоянии, литий. Кислород какой-то, все-таки H2O имеет значение. Какое-то среднее, видимо, получается. Я просто опять, если вернуться к этому графику, я хочу обратить ваше внимание, это же, вот, еще можно его, одиннадцатый. Ясно, что водород будет лучше, чем литий, чистый водород, тот же металл и так далее. Если мы его повернем относительно горизонтальной оси, это же график энергии связи всех элементов. Должна быть вот точная корреляция с энергией связи этих элементов. Это ясно, что теоретически это укажет на очень многое, если это будет такая корреляция, она уже видна. Ну, нет, ну, график энергии связи на один уклон, он имеет все-таки такой вот... Он имеет в виду, Саш, что этот график надо отобразить. Относительно горизонтальные оси, повернуть, если... По 80 градусов повернуть, получишь выпуклую кривую. Александр Павлович, ну, это уже домысел. Давайте, ладно, это выступление. Он не разворачивал этого, не делал этого. Нет, если дома, если мы посмотрим, посмотрим, что он у нас отпадет. Не только энергия связи. Ну, он ответил, что нету связи, потому что совсем другой характер. Нет, ну, повернем... Совсем другой, совсем другой. Нет. Ну, я, конечно, сам тоже посмотрю. Однозначно корреляции есть. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр Павлович. И он на такой своеобразный момент обратил внимание. Спасибо ему. Значит, Боб Гриньер, put your question, please. But very, very slow, very shortly, very clear, please, if you can. Please, switch on your microphone, please. No, no microphone. Question one. Бостик, in 1950s, reported passing plasmoids over magnetic field that allowed him to cluster those plasmoids into larger, more stable structures. What role did you think the magnet would play in your experiment? Well, what role do you think the magnet would play in your experiment? Ну, да, этот вопрос интересный, конечно. И я в одном из опытов, я неодимовый магнит ставил в реактор. Он был на каком-то расстоянии от контейнера, может быть, сантиметра два, этот неодимовый магнит. Но я такой большой разницы не заметил в результате с магнитом и без магнита. Потом я больше эти эксперименты не делал. Ну, у тебя там, ты перекладывал напряжение, так сказать, к диоду. Значит, как этот эффект зависел от температуры, вот, так сказать, в твоих экспериментах? Ну, температура около, там, где происходило облучение, она была близка к комнатной. Я думаю, Саш, смысл вопроса в том, что в диоде в связи тоже трансмутация может идти. Может быть, это как-то повлияет, температурная трансмутация? Да, да, конечно. Обратный ток, обратный ток, он сильно зависит от температуры, экспоненциально зависит от температуры, поэтому измерения делались при стабильной температуре. Это, конечно, это обязательно. Но эффекты, они настолько большие, в конце концов, получаются, что тут даже если бы не поддерживалась стабильная температура, то все равно это было бы видно. Окей, номер три. What change in aluminium to iron were you saying would take 43 years? Вот эту вот оценку твою за 43 года, которую я сделал, вот еще раз ее там повтори. What change of what? Ions of aluminium, you mean? Yes, he said something about changing aluminium to iron in 43 years. Ну, еще раз расскажи про это вот эксперимент. Значит, три года назад ты делал там с алюминием, значит... Вот это 43 года, вот то, что оценка была у него. Еще раз расскажи. Окей. О, 43, окей. Окей. You have presentation. Это просьба повторить эти рассуждения, да? Да, ну, немного еще раз расскажи вот об этой ажене. Нет, как связаны эти твои измерения с предыдущими, выполненными три года назад? С моими измерениями? Бо, 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 put your question once again. Strike that question, I'll ask it in an email. And the last question I have is, Leclerc observed all elements in periodic table and radionuclides produced in water cavitation on aluminium. МФМП has observed production of iron and oxygen crenellated microspheres in a range of systems, including simple water cavitation on aluminium and brass gap-confined plasma with apparent transmutation near to and on their structures. We relate this phenomena to ball lightning. Do you think that the agent you refer to is equivalent to Matsumoto's micro-ball lightning? Ну, он просит тебя связать твои рассуждения с идеологией Matsumoto, которая вот в кимитационных. Бо, Бо, it's not a question of this, it's not a problem of this presentation to compare Matsumoto and... No, 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 no. I gave two examples where aluminium and water were used, one with Leclerc and observed all elements in the periodic table, and we have observed a broad range of production with aluminium and water cavitation. The link between the two, I believe, is ball lightning. So I'm asking, does he think the agent that he is referring to is function... No, 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 no. It's not a part of the product that you do, it's not a part of your mind, it's not a part of your mind, but it's not a part of your mind. No, no, no. There's something different. He says, you used aluminum, and we also used aluminum with cavitation. Значит, мы видели, как и ты, полную таблицу химических элементов, значит, вот, которые ты представил, и у них такая же была. Так вот, они связывают это с появлением шаровой молнии, микро-шаровой молнии. Можешь ли ты связать, так сказать, или должен ли ты связать с их представлениями? Да, агент один и тот же или разный агент? То есть Саша уже про агент говорил. Да, да, да. Ну вот я говорил, специально не обращал внимания, что это за агент. Ну, я полагаю, что этим агентом является нейтрино низких энергий. Ну, и другие считают, что это другие агенты. Ну, например, монополия. Это вот Андрош имеет в виду эти монополии. Русской тоже про монополии говорил. И вот шаровые молнии, да, микрошаровые молнии, ну да, тоже вот такие есть предположения. Есть самые разные предположения. На данное время, значит, однозначно, как-то я бы, ну, каждый, значит, он радеет за свою идею. Я радею за свою. Но если, значит, есть убедительные свидетельства в пользу микрошаровых молнии, то есть я против, пусть будут микрошаровые молнии или монополии. Так, 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 так. Я думаю, что Мацамото с теми relies на нейтриноз, не анти-нутриноз. И я думаю, если вы считаете, что синергию, the similarity between the two. Вы синтезируете релик-неутриноз, коль-неутриноз. Он relies на нейтриноз, но не анти-неутриноз, для своих айтон-клустеров. Так, так, есть одна similarity, одна связь между твоими двумя теориями. И я думаю, что вы считаете, что вы считаете? Саша, ну, сложный вопрос, потому что он говорит, что Мацамото использовал в своих шаровых молниях тоже подход нейтрино, но у него анти-неутрино отсутствовало, а у тебя используются ультрахолодные пары нейтрино-антинетрино. Значит, ну, вот все-таки в чем общее и в чем различие двух подходов, хотя основывается на нейтрино, в конце концов. Ну, наверное, сейчас Саша можно ответить. Давайте мы, может быть, на будущее сравнение. Это действительно интересный вопрос. Саша на будущее. Попробовать сравнить его подход с подходами Мацамото. Боб, thank you very much for your... Thank you, thank you for your presentation. For questions, for questions, and some comments. You can do some comments a little bit later. Thank you very much for your presentation. And Дмитрий Голованов. Дим, пожалуйста, твой вопрос. Вопрос такой, значит, как-нибудь выяснялось, разделялось эффект от тормозного излучения и вот от вашего вот этого вот раскаленного излучения. В любой лампе присутствуют дико горячие электроны, поэтому любая лампа практически вот излучает в этом плане. Ну, если взять радиолампу, да, где есть катод, анод, где ускоряются, значит, электроны, а там будет тормозное излучение. А здесь, я думаю, что условий для появления какого-то заметного тормозного излучения, по-моему, совершенно нет. Ну, все понятно, спасибо. Спасибо, спасибо. Дмитрий Геннадий Савенков, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Григорьевич, у меня такой вопрос. Вот вы же облучаете электромагнитным излучением видимого спектра с галогенной лампой. А может быть, вашим агентом именно электромагнитное излучение видимого спектра? Ну, принимаются все меры, чтобы это в лампе до образца световое излучение и инфракрасное излучение. Ну, какая разница, это электромагнитное излучение. Это у нас Шарлатан Эйнштейн сказал, что фотон не имеет массы. А вообще-то взаимодействий без нематериальных не бывает. То есть у него фотон – это что-то нематериальное, что-то Дух Святой и так далее. Но у вас-то это, когда вы облучаете электромагнитным излучением, масса летит же. А раз эта масса летит, значит, есть взаимодействие массы фотона и вашего вещества. Вот эта масса, очевидно, возможно, дает вам трансмутацию. Как вы считаете? Я не смог понять ваш вопрос, потому что у меня нарушилось соединение. Саша, я вопрос прокомментирую. Геннадий говорит о том, что… Геннадий считает, что ты облучаешь свое вещество обычным светом. Так вот, обычным, ну, может быть, инфракрасным светом и обычным светом видимым и так далее. А ты как раз все меры принимаешь для того, чтобы избавиться от этого. Вот объясни ему, пожалуйста, как ты все-таки еще раз, как твой эксперимент устроен, что у тебя облучение, твоя задача минимизировать облучение к электромагнитным облучениям. Еще раз вот это вот расположение. Валер, не электромагнитным, а вот световым и… У нас световое-то и есть электромагнитное, и там инфракрасное. Ну, пусть, Саша, я ясно, по-моему, сказал. Ну, свет, конечно, здесь очень яркий свет. Но здесь находится алюминиевый отражатель, во-первых, который не пропускает свет. Но он, конечно, нагревается, этот алюминиевый отражатель, и переизлучает. Но она нагревает, да. Здесь действительно вот какой-то идет теплообмен за счет излучения. Здесь есть какой-то. Очень небольшой, потому что разница температур за 10 секунд получается невеликая. Далее здесь идет, так сказать, непрозрачная вот эта вот рубашка, через которую прокачивается вода. А вот из чего у тебя эта рубашка сделана? Вот это важно. Это же там же кварц, вроде бы. Нет. Значит, слушайте, да. Это значит, здесь вот таким образом внутренняя стенка – это пробирка. Вот она, пробирка, да, стеклянная. Это алюминий. Это алюминий, еще один алюминий. Значит, здесь еще и происходит отражение света, непропускание, и прокачивается вода, которая, значит, свежая вода, полная, значит, полный обмен воды происходит примерно за одну минуту. Так что если что-то от этой вспышки, значит, прошло, то уже через минуту ничего там вообще не остается. Ну, далее здесь вот воздушный зазор, ну, шириной порядка одного миллиметра, и уже вот здесь вот идет контейнер с образцом. То есть никакого света здесь не доходит ни в оптическом диапазоне, ни в инфракрасном. Идеология, Геннадий, идеология в том, что он пытается избавиться от электромагнитного излучения максимально и выделить какой-то агент. Вот в чем идея, который не учитывается наукой о теплообмене и радиационном теплообмене в том числе. В этом идея эксперимента. Спасибо, Геннадий. Еще есть вопрос какой-то? Нет, спасибо. Спасибо Геннадию Савинкову. Он хорошо легнул этого Эйнштейна, который безмассовую частицу придумал, фотон. Но, тем не менее, Нобельскую премию за безмассовую частицу получил. Продавили. Получил. Денежные мешки продавили. Ну, возможно. Юрий Захаров, это, значит, у нас там, я так понимаю, из Греции откуда-то. Юрий, пожалуйста, Ваш вопрос. Представить Юрию Захарова. Это как раз участник измерения спектра в Казанском университете. Я сегодня пригласил его участвовать в нашем семинаре, вот как специалиста в области спетоскопии. Он 20 лет работает над этой проблемой, занимается. Сейчас вот готовят докторскую защищать по этим делам. Юрий Захаров, пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо. У меня вопрос чисто технический. Вот я получил образцы этой фольги. Я хотел уточнить, вот эта фольга, она накладывалась на Вашу кварцевую вот эту трубку. Ну, просто руками брал Ваш, там, Вы сами или кто-то из Ваших лаборантов. И голыми руками оборачивали, там, проволочкой закрепляли. Правильно? А после снимали также голыми руками. И Ваш образец пришел, ну, в таком смятом виде, так, компактным там таком. Ну, такое впечатление, что пальцами взяли вот так вот кусочек фольги, сложили несколько раз и примяли, и положили, значит, пакетик. Так это было? Или какие-то меры? Ну, руки принимали участие. Ну, что может быть с рук, значит, получится? Ну, какая-то органика, может быть, натрий, хлор, да? А что еще может получиться? Ну, там же такое богатейшее разнообразие разных элементов. Ну, я просто хотел сделать... Из того, что могло сойти бы с рук. Да, что вот ICP-MS, да, который применяется, это суперчувствительный метод, и он используется в особо чистых лабораториях, да? Вот, и когда, значит, мы эти образцы небрежно так голыми руками, ну, как бы берем, потом заворачиваем, сминаем, то результат получается в миллионных долях, да? То есть загрязнения, которые можно внести на поверхность фольги просто голыми руками, они вот как раз на таком уровне, миллионных долей, значит, и имеют место. Поэтому вот, ну, велик риск того, что вот анализ фольги здесь вот банально запачкали руками. И мы сейчас обсуждаем вот эту экзотическую трансмутацию. То есть вот с моей точки зрения, значит, да, опытного человека, который готовил образцы для микроэлементного анализа там всю жизнь, значит, они такие сомнения есть. Потому что предысторию вашего образца вот этого в виде фольги, значит, я не знаю. А спектрометр, он показывает то, что в него загрузишь. А вот загрузить можно, ну, всякое... А примените ультразвуковую отмывку. Ну, таких указаний не было от заказчика, да, поэтому мы взяли эту фольгу, растворили и получили то, что получили. А сейчас вот... Не очень грамотно поступили. Согласен, да, поэтому сказываю сомнения. Ну, вы, наверное, хорошо знаете спектр возможных, значит, примесей, которые могут сойти с рук. И вы можете, наверное, сопоставить с теми элементами, которые образовались. Я думаю, что у вас получится большая разница. Даже если что-то с рук и сошло, то это будет совсем не то, что мы видели в анализе. Саш, ну, можно было представить себе контрольный эксперимент, когда берется специально эта фольга и пачкается руками. Специально контрольный эксперимент. Да, это самый простой способ. Что в уголе надо предпринимать? Контрольный эксперимент. Это та фольга, которая была в качестве контроля. Ее тоже точно так же брали руками. Это хороший ответ. Ну, и спасибо Юрию за замечание. Юрий, еще есть вопросы? Нет, спасибо. Есть. Спасибо. Спасибо. Нет, вопросы еще есть у Юрия Захарова, нет. У Евгения Егорова, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Вот здесь вот как раз ассоциативно, значит, один из самых эффективных элементов оказался, ну, не элементов, а веществ, это вода. Вот, Александр Григорьевич, как вы учитывали наличие вот этой вот рубашки, да, которая проточная вода на, так сказать, результаты эксперимента? Здесь, в общем-то, логично предположить, что вот в этой вот проточной воде шло колоссальное поглощение, поэтому эффективность воды может даже поспорить и с водородом, и с литием. Ну, да, вот, конечно, вот эта вот рубашка водяная, если в ней в воде выделяется много тепла, то это привело бы, могло привести к значительному повышению температуры. Да, действительно, температура в рубашке повышалась примерно на один градус, но в течение одной минуты эта вода вымывалась, и, значит, туда, в эту рубашку поступала вода с температурой, которая вот в бачке, которая стабильная температура. То есть вот этот вот плеск воды, действительно, вследствие температуры воды в этой рубашке наблюдается, когда происходит именно вот плеск воды, вследствие температуры, именно тогда происходит, когда лампа включена. Тогда, да, наблюдается подъем температуры примерно на один градус. Я чуть-чуть о другом говорю, о том, что вот эта проточная вода экранирует эффекты, которые вы наблюдаете в веществе воде, которое, кстати, анализируется. Вот это, по-моему, никак не учитывалось, а надо бы учесть. Он имеет в виду, Саш, что вот вода, твоя проточная вода, если вода такой активный участник, то она может снижать вот эту вот экранирующую воду, может снижать эффект суммарный. Он плюсик тебе хочет добавить. Вот в чем его смысл. А, да, да. А, понял, наконец. Нет, я думаю, что вода снижает, потому что, с моей точки зрения, этот агент обладает высокой проникающейся. Если бы действительно он поглощался, то эффекты были бы в этой воде намного более, так сказать, большего масштаба. Не один градус повышения, а повысилось бы намного больше. А если проходит, в основном все проходит, но что-то немножко остается и дает эффект, вот тогда, вот это, по-видимому, вот эта вот картина все-таки имеет место. Ну, там еще резонансность будет, ну, вот, на мой взгляд. Вода, вода, то есть вот надо как-то откорректировать. Вопрос, вопрос, вопрос. Все, спасибо. Вопросы. Вопросы. Вопросы, я у вас и проходя. Есть еще, Широносов, вопрос хочет. Валентин, пожалуйста. Да, есть слышные в дороге. Значит, свойства самой воды после прохождения PH, УВК, хотя бы такие что-то измерялись? Так, вот у меня плохо интернет работает, повторите, пожалуйста. Еще какие-то свойства воды, кроме температуры. Ты там измерял PH, например, УВК. ОВП, окислительный высокий потенциал особенно интересует? Нет, бралась обычная, обычный бестилят, вода чистая, такая довольно чистая. Ну, вот PH без стилята, потом PH вот после этой. А PH нет. А вот было бы, да, интересно после облучения сравнить PH до облучения и после облучения. Хорошая мысль. Особенно ОВП, окислительный и восстановительный потенциал. PH может не меняться? Есть такие ситуации, где неравнешний водный свет, а ОВП здорово меняется. Вот просьба. Да, да, это очень чувствительный. Вот это интересная мысль. И второй вопрос у меня остался. Вот очень интересно у вас магний там возникает. Я хотел акцентировать внимание, потому что у вас магний 26, а вы не могли бы примерно представить, чтобы у вас мог образовываться магний 25? Это очень нужно для медицины и для здоровья человека. Вряд ли он там этот самый… Да, пока еще… Пока еще анализа не делалось. Я скажу почему. Потому что один миллиграмм магния, Росатом, я узнавал, стоит полторы тысячи рублей. Магний 25. Именно он магнитный. Остальные 24, 26 они магнитные. Это очень важный момент. Лучше, чем платин, золото и алмаз. Если удастся, пожалуйста, акцентируйте. Да, да. Есть много интересных идей, какие бы вещества, какие бы нуклиды получать вообще в результате трансмутации. Но пока этот процесс трансмутации является неуправляемым. Он идет так, как он сам хочет идти. И к тому же он является пока еще очень энергозатратным. Никакого коммерческого использования. Вот я пока… Да, там лампы сожгут много электричества, больше, чем получено. Ну, лучше не золото за магнием гонять в 25-м. Для здоровья полезно, для сердца. Вот в Сочи там производят железо 58-е, и уже им торгуют. Спасибо. Спасибо, Валентин, за вопрос. И, наверное, последний вопрос. Панчелюга, Виктор, пожалуйста. Александр Георгиевич, в Ваших экспериментах с обратным бета-распадом Вы использовали зеркала, чтобы фокусировать вот этот агент, который, я так понимаю, один и тот же. И в этих экспериментах. А почему Вы здесь это не делаете? Ведь можно было бы очень многие проблемы избежать и интенсифицировать очень сильно. Но вот когда мы берем большие зеркала, то почему происходит усиление? Потому что, так сказать, 99,9% излучения проходит через это вещество, которое является отражателем. А какое-то одна десятая процента, значит, все-таки отражается. И эффект получается за счет того, что вот с большой площади вот эта вот малая отраженная доля собирается в одной точке. И там получается в итоге много больше. Вот такого рода, если мы окружим вот этот вот реактор каким-то металлом, то все-таки отражение будет очень небольшим. Вряд ли мы что-нибудь сможем этим способом, путем отражателя что-то увеличить. Вот пока я, мне кажется, что это бессмысленное было бы занятие. Понятно, спасибо. Ответ получен. Ну, Саша говорит о том, что вещество – это очень проникающее вещество. Отражение ничтожно, поэтому отражатели ставить, это эпсилен какой-то добавлять. Спасибо, Виктору Панчелюге, за вопрос. Значит, вот я так понимаю, сейчас люди начали уже поднимать руки для выступления. Ну вот Юрий Захаров из Казани хочет выступить. Пожалуйста, Юрий. Вы знаете, я хотел задать вопрос, вот только что прозвучало, что вот этот эффект трансмутации – это такой случайный процесс, неуправляемый. И в этой связи я хотел уточнить, вот эти импульсы тепловыделения, которые Вы нам сегодня представили, они насколько воспроизводимы? Вот здесь некая противоречка между Вашими. Да, довольно-довольно хорошо воспроизводимы, потому что обычно я делал эксперименты по нескольку измерений, притом было так, что даже разные контейнеры с разными термистерами использовались, и результаты получались примерно одинаковые. Ну, если там, допустим, 0,65, 0,68, 0,62, вот такой разброс примерно получался. То есть у Вас трансмутация хорошо воспроизводится, и это такой достоверный получается процесс. Да, да, вот в этой установке довольно прилично. Ну, нельзя сказать, чтобы вот можно было говорить о каких-то абсолютных измерениях, но относительно измерения довольно… Для того, чтобы сопоставить какие-то разные вещества, для этого я считаю, что точность опыта вполне достаточна. Таша, Вы, по-моему, о разных вещах говорите. Юрий говорит о трансмутациях, а Вы, а ты о тепловыделении. По-моему, вот тут… Ну, это взаимосвязанные же вещи. Тепловыделение есть… Это еще надо доказать, Юрий. Вот я просил последний вопрос, но давайте вот на Захарове последний вопрос. На него был ответ такой, что воспроизводимость есть, по мнению автора. А что касается трансмутации, то пока получаются самые разные результаты. Вот и на никелеводородных реакторах получаются разные результаты. Больше всего кальция вот у меня накапливалось в никелеводородных реакторах, вплоть до нескольких процентов, даже до 10 процентов. Но это 7 месяцев работы при мощности, при киловаттной избыточной мощности. Это уже совсем другого класса реактора. Спасибо Юрию Захарову за вопрос. Володя Чижов, ты выступать хочешь? Ну, в общем-то, да. Да, пожалуйста. Вот начали выступление. Уже не вопросы, а выступление. Пожалуйста, друзья. Саша, ну, спасибо за очень интересный рассказ и очень большой материал, который ты представил. Это очень ценно. Вот, но смущает то, что, понимаешь, вот нету подоплеки, откуда все-таки идет вот эта вот, так сказать, та составляющая, которая приводит к тем преобразованиям, о которых ты говоришь. Это первое. И второе у меня, ну, в общем-то, это не вопрос, а как бы, так сказать, сомнение. Вот детектор 9, диод, D9, германиевый диод, да? Ты показал, что у тебя там идет всплеск, а потом идет спад по, так сказать, вот уровню обратного тока. Дело в том, что если у тебя прошит он, то у тебя уже обратного не будет. Вот как ты это объясняешь? Мне вот это интересно. Я думаю, что объяснение вот этих вот зависимостей от времени облучения, это еще требует дальнейших исследований, а пока вот просто эмпирический факт. Ну, вот эти, кстати, ход вот этот вот обратного тока очень сильно напоминает ход температуры, кстати, между прочим. Да, вот здесь может быть еще что, что ты потом его отжег, и у тебя произошла, так сказать, рекомбинация какая-то, когда ты его повторно поставил на исследование. Дело в том, что если у тебя произошло изменение структуры, протонные изменения, то у тебя, так сказать, нарушен ПН-переход, и никаких обратных процессов не должно происходить. Вот это меня заинтересовало, поэтому я задаю этот, ну, и комментирую, и задаю этот вопрос. Вот, а вот здесь вот мне непонятно, понимаешь, вот сама суть. Откуда все-таки у тебя экранировка идет, у тебя вот эта вода протекает, у тебя охлаждение, у тебя излучения нету, и ты связываешь это с нейтрино. Ну, нейтрино-то откуда-то должно быть? Вот как это, так сказать, осязать, как ты это понимаешь, осязаешь? А что должно быть? Вот посмотри, у тебя в мишень бьет, допустим, в первую мишень, и у тебя отсюда что-то идет? Или как? Или у тебя из лампы идет? Если из лампы, то это электромагнитное излучение, ты его гасишь. Ну, вот из лампы идет неэлектромагнитное излучение, выходит, так что что-то идет, что вызывает трансмутации. Саша, тогда возьми и исследуй структуру или анализ, так сказать, того металла, который у тебя идет по лампе. Если у тебя происходит изменение там, то да. Если у тебя происходит алюминий вот здесь вот происходит, то это другое дело. Понимаешь? Если у тебя в воде это происходит, как Шароносов сказал, то это совсем другое дело. Ну, скорее всего, ты гасишь электромагнитное. Такое впечатление, что не читал мои работы вообще. Здесь излучение нейтрина из металла, раскаленного, никак не связано с изменениями в этом металле. Она происходит в результате столкновений частиц вещества и, прежде всего, столкновений электронов между собой. Конечно, происходит там трансмутация, но это уже эффект, который вот, собственно, вызывает, вызывается вот этими нейтринами возникающими. Это уже вторичный эффект. Александр Григорьевич, ну ты же говоришь о трансмутации, которая у тебя происходит, и ты показываешь ее, и говоришь о нейтрино. А я тебе говорю, ну откуда у тебя нейтрино-то вот это идет? Ну, он тебе ответил. Я целый список работ вообще в первом, в начале доклада дал. Вот почитай эти работы. Там все подробно описано, почему все это может происходить. Причем все это, значит, все это в полном соответствии с законами сохранения известными. Ничто не противоречит. Никаких, значит, особых новых идей вообще там нет. Он имеет в виду, ты действительно, видимо, не смотрел. Довольно давно, уже лет пять, Пархомов выдвигает идею о том, что медленные нейтрино рождаются в столкновительных процессах металла. Саш, ну вот у Чижова здравая мысль промелькнула, что получается, что если вот эта лампа накаливания, значит, таким образом трансмутирует там какой-то алюминий в стороне, там через несколько сантиметров от лампы, то уж сама проволока лампы накаливания уж точно должна трансмутировать? Вот это было бы хорошо разбить эту лампу после этих экспериментов, взять кусочек проволочки, отослать ее в эту самую, в Казань Юрию Захарову и от него получить ответ. Нет, вот это было бы суперинтересно. Кстати сказать, вот они как раз и собираются такого рода анализы сделать. Ну, здорово, значит, на правильном пути. Александр Григорьевич, ну а так вообще спасибо тебе, большой доклад и супер, так сказать, показ, и все можно верить. У тебя действительно там ППМ-ы работают, тут вопросов нет. Спасибо. Ладно, спасибо. Спасибо, спасибо Чижову. Сергей Цветков, пожалуйста. Слышно меня, Александр Григорьевич? Да, слышно, только не видно почему-то. Ну, хотите видеть? Да, хотим, конечно. Мы же вас только раз в месяц можем увидеть. Пожалуйста, смотрите. Спасибо, спасибо. Значит, у меня следующее замечание. Можно мне включить на минуточку демонстрацию экрана? Тогда нужно, Саша, должен свою выключить. Александр Григорьевич, пожалуйста. Так, остановить демонстрацию. Да, вот теперь, Сергей, пожалуйста, вашу демонстрацию включайте. Ага. Так, где же это у меня все? Зеленая книга, ну да, демонстрация должна быть уже запущена сначала. Вот я включаю ее, видно? Да, видно, видим, да. Вот смотрите, Александр Григорьевич, я тут немножко порылся в истории у нас. Вот, и нашел такую очень интересную статью немецкую. Она была опубликована еще в 1927 году в немецком журнале, а потом ее перевели в «Нашем успехе физических наук». И вот это вот у меня представлено, это статья «Свойства свободных атомов водорода». Некто Бон Гефер из Берлина вот описывает свойства диссоциации и все такое прочее. Я бы обратил внимание, вот здесь вот у него на 67-й страничке, пишется, значит, что если, значит, на вольфрамовую проволоку накаливание подать, значит, водород, то начинается диссоциация, и эта диссоциация водорода проявляется прежде всего в ненормально высокой теплопроводности газа. Вот этого, и тут приводится, значит, табличка вторая, где вот по уравнению вот этого вот омега, это потеря энергии в ваттах на секунду. Вот, и получается, что при температуре, значит, от 2000 градусов начинается вот резкое изменение ненормально высокой теплопроводности, становится, я так понимаю, атомизированных свободных атомов водорода. За счет этого увеличивается, соответственно, теплопередача от этой проволоки, и у вас, собственно говоря, должно при этом возрастать энергонапряженность, энергомощность вот этой вашей лампы. Вот, как я понимаю, и здесь вот интересные цифры, значит, вот 200, с 200, с 2100 градусов начинается вот этот подъем резко, и он так вот до 3000 увеличивается аж на этом самом, до, ну, в пять раз получается где-то примерно. А у вас, насколько я помню, температура вольфрамовой нити 2500 градусов, да? Ну, да, вот, где-то примерно такие же условия, да. Я вам все-таки предлагаю, я вот эту вам стадеечку переадресую. Вы посмотрите, получается ли вот это избыточное тепло за счет вот этого эффекта изменения теплопроводности у вас, вот этой вот водородки. Ну, да, ну, конечно. Причем здесь, здесь смотрите, здесь вот. Потому что резко возрастает энергопотребление при повышении температуры, вот при таких высоких температурах. Ну, я всегда считал, что это связано с законом Стефана Больцема, там, значит, энергопотребление растет, то есть, мощность, которая нужна для излучения, возрастает, значит, пропорционально четвертой степени. Поэтому при таких вот, когда работает, когда работает в основном механизм теплопередачи через излучение, то потребляемая мощность резко возрастает по сравнению с тем, что вот при более низких температурах. Вот что касается влияния вот диссоциации, то это я не знаю, надо посмотреть, пришлите мне, пожалуйста. Вот посмотрите еще, значит, здесь вот они рассматривали давление вот этого водорода, газа, и причем при уменьшении у них вот эти теплопотери увеличиваются при уменьшении давления водорода. То есть, при низких давлениях водорода, там, при низах, они должны очень существенно влиять на вот эти теплопотери, то есть, и вот это выделение. И может быть, вот этот вот эффект у вас получается вот за счет, и большое, большое значение имеет вот это вот изменение аномальной вот этой теплопроводности. Но это может повлиять на потребление энергии для достижения определенной температуры. Лампы сами по себе, а эффект Джонс совсем не в лампе. Вот все-таки посмотрите, вот познакомьтесь с этой статьей, я думаю... Да, ну да, я, конечно, внимательно прочитаю, подумаю. Для себя вынесите. Вот, и еще такое замечание, значит, вы с дифференциальным, с этим самым методом измерений термометрических знакомы? Вот, а то я смотрю, вы как-то это самое... У вас методика такая, что вы отдельно меряете пустой этот самый свой контейнер, потом, значит, наполняете его, потом замещаете его и меряете. А нельзя по-простому сделать два одинаковых вот этих вот реактора, один с пустым, другой с этим, и сделать термопару такую, что она, значит, будет разницу вам сразу выдавать температуру пустом и в этом самом наполненном контейнере. Да, но здесь я работаю по квази-адиабатической методике. Если бы мы выходили до состояния равновесия, тогда вот такая дифференциальная методика, она была бы уместна. Нет, вот если вы будете не термосопротивление использовать, а термопары, они вот таким вот образом можно их подключать дифференциально, и вы тогда четко будете на концах. Да, но при измерениях на уровне долей, градуса термопары, они как-то вот не очень хороши. Очень слабенький сигнал получается. Нет. Лучше работать с терморезисторами. Вы познакомьтесь подробнее с вот этими дифференциальным методами измерения. Да, я знаю. Достаточно чувствительный по сравнению с... Я работал с такого рода калориметрами. Вот, а зря вы говорите, это вот калориметры пельтье есть такие, да, которые... Сергей, 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 понятен ваш вопрос. Во-первых, у меня просьба, если можно, вот Зателепин говорит, если можно, мне тоже пришлите эту статью. Статья очень интересная, я с другой стороны хочу на нее посмотреть. Относительно... Там много интересного можно по водороду найти. Да, да. Это в начале прошлого века. Вы молодец, что вы эту статью откопали. Валерий Николаевич, а ты выложи ее для общего... А я ее для всех выложу. Да, да. Совершенно верно. Я про свирнову еще прошу, пусть он выложит на сайт. Ну, я... В общем, и мне, по крайней мере. А вот относительно дифференциального я могу вот что сказать. Вот Саша, он так скромненько как-то вот ответил, не очень понятно. А я скажу попонятнее. Дело в том, что мы занимаемся такой вот какой-то странной наукой, в которой повторяемость очень и очень сложная проблема. Поэтому, когда вы делаете, на первый взгляд, точно такой же контейнер сбоку ставите и точно так же все в нем делаете, получается почему-то всегда немножко другое. А когда речь идет о каких-то долях градусов, а речь идет о долях градусов, вот, иногда, то два контейнера, стоящие рядом, сделанные вроде в одинаково, лампы какие-то разные, тут четыре, тут четыре. Все отличается очень сильно. Поэтому этот метод у нас практически никогда дифференциальный не работает. Нет, 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 Валерий Николаевич... А термопары, термопары или термо... Вот эти резисторы, это неважно. Это там электроника, она вычтет одно из другого. Не в этом дело. Просто повторяемость очень низкая у нас, к сожалению. Спасибо, тем не менее, за вот эти... Валерий Николаевич, вы плохо знаете историю. Дифференциальные все измерения начинались калориметрические. Вот с Флейсманом и Полнсом. Так что тут, как говорится, не надо про это хоть забывать. Я историю, может быть, и плохо знаю, но я практику достаточно хорошо вот наших измерений знаю. Потому что мы тоже занимались дифференциальным сначала, потом убедились, что это все ведет к ложным выводам. Сергей, спасибо. У вас еще есть какие-то соображения? У меня еще такое соображение по поводу переноса вот этого контейнера снаружи вовнутрь. Есть. Я думаю, что все-таки вода, которая течет вот по этому цилиндрическому зазору, она обладает какими-то фокусирующими свойствами для инфракрасного и для такого оптического излучения. Вот у меня такое соображение. Отличное соображение. Молодец. Извините, просьба в чат. Выложите статью. Сразу же можно в чат выкладывать. Можно, пускай, первый лет. Чат – это для супер этих самых образованных людей. А нам по-простому. Он по почте пришлет, и я разошлю всем. Да, очень хорошо. Уже готовы. Спасибо Сергею Цветкову. И, Андрес, твой вопрос, пожалуйста, если можно по-русски, задай его. Он комментарий, наверное, хочет сделать. Ты что-то показать хочешь? Андрес, я не слышу. Андрес, your question. Do you hear me? Да, да, я hear you. Мы практически не слышим. Андрес, your microphone doesn't work now. Okay, now. It's allowed much more loud as it needs. We hear you. Continue, please. Okay, okay. So... Андрес, once again, switch off. Андрош, проблема с твоей стороны. Пожалуйста, попробуй там отрегулировать, а мы послушаем пока. Я дам тебе позднее слово. Юрий Евдокимов, пожалуйста, ваш вопрос, ваше замечание. Да, хорошо. Вот самая интересная вещь, которую он сказал, на мой взгляд. Вот этот детектор, будем говорить, на основе сверхчистых материалов, скажем, это имеется в виду полупроводниковые сядь датчики. Скажем, допустим, это диоды, транзисторы могут быть. И вот они могут как раз действительно так являться датчиками трансплутации при облучении их как раз нагретыми материалами. Здесь просто вот я, просто мое предложение стоит в следующем, что может надо использовать, здесь измерять надо шумы этих транзисторов, шумы диодов. То есть, поскольку фликер шумы, тепловые шумы, они происходят уже на квантово-механическом уровне, то они могут отражать достаточно широкополосный, сигнал широкополосный, достаточно могут отражать вот это вот в режиме, по сути, реального масштаба времени, отражать вот этот процесс трансмутации. Я предлагаю следующее. Брать не диод и не транзистор отдельно, а сразу взять операционный усилитель. Там содержится примерно 15-20 транзисторов в корпусе. И сразу составить схему, я сам, кстати, попробую эту схему составить, даже может попрошу моему аспиранту спаять, и я передам это как раз Александру Георгиевичу для экспериментов. То есть, измерять шумы вот этого, будем говорить, операционного усилителя со многими транзисторами. Возьмем корпус пластиковый, есть в пластиковом корпусе, а есть в металлическом корпусе эти такие операционные усилители. Вот и то, и другое попробуем. И уже, измеряя спектр шумов, вот этих вот шумов, низкочастое на волосе фликер шумы, широкополосные шумы, это тепловые шумы. И вот, наблюдая за спектром, можно оследить, я думаю, процессы трансмутации, происходящие в кристалле этих транзисторов операционного усилителя. Вот я предлагаю такую вещь. Постараюсь даже помочь в этом плане. Да, хорошая идея, надо подумать. Но мне кажется, было бы лучше, если бы вы не мне передали, а сделали бы у себя такую установку. Совсем ведь несложно ее сделать. Ну, можно так, но вы можете тоже вам сделать пару, два экземпляра распаяем, вам дадим, чтобы мы могли тоже мерить. Ну, надо только, Юрий, Юрий Кириллович, надо только видеть, что у него масштаб очень маленький, у него там всего один сантиметр. Вот эта колбаска, один сантиметр у него всего. Ну, диаметр операционного усилителя, если взять, круглый взять, то у него размеры где-то, ну, сейчас скажу, где-то порядка восьми миллиметров. А если взять пластиком в корпусе, они примерно, сейчас скажу, ну, пять на шесть миллиметров и ножки. То есть, размеры, кстати, небольшие. Если, конечно, нужно. Александр, я просто навязываюсь. Надо думать над этим. Да, мы подумаем и обсудим. Давайте, да, подумайте, обсудите. А схемку я составлю специально, которую только можно сделать примерно усилением примерно сто тысяч раз. И шумы вот на выходе этого усилителя. Суммарный шум. Юрий, ваша идея очень хорошая. И вот этот датчик на квантомеханический, мне кажется, имеет смысл его на разных реакторах проверить. Хорошо, давайте тогда и вам сделаем. Спаяем. У меня есть аспиранты. Я попрошу схемку нарисую я сам. А потом мы с вами обсудим. И тогда вот сделаем несколько экземпляров. Только пластмассовом корпусе и металлическом корпусе. Какой вам лучше? Ну, судя, метрино проникает и через металлический корпус. Ну, пластмасса у нас все-таки легче пройдет. Пластиковый корпусе. Нет, ну вот идея сама использовать анализ шума, это, конечно, хорошая идея. До сих пор никто, по-моему, не использовал. Вот ваше предложение, оно такое пионерское. Ну, исходная идея, ты замечаешь, что чистые, будем говорить, элементы, транзисторы и прочие используют в корпусе. Нет, транзисторы, транзисторы, а вот в качестве, так сказать, приемника, значит, на квантовом уровне, так сказать, как она будет влиять на, значит, этот самый, на внешние потоки, на внешние излучения, на внешние частицы, которые вылетают из реактора. Это достойно, так сказать, проверить. Давайте, давайте попробуем, я обсужу с вами и сделаем это, какой-то вариант. Спасибо, Юлия Семеновича, спасибо, да, спасибо. Да, извините, добавлю, с Нигматурином обязательно освежитесь, он этим, этой темой как раз и занимается. У него специальная программа обработки шумов, и такие вещи вытаскивает, супер. Я ссылки сброшу. Спасибо, извините, что вмешался. Спасибо. Спасибо. У меня все. Андрош. Хорошо, сейчас… Андрош. Андрош. Практически, мы не слышим. Практически не слышим. Мы не слышим. Андрош. 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 Александр Павлович Никитин, пожалуйста, ваш комментарий. Александр Павлович… Вы упорно идете по линии объяснения нефрина, с одной стороны, может быть со стороны экспериментов, ну и теорию у вас. Я, кстати, ваши читаю, я как-то с другой стороны тоже к этим выводам пришел, что действительно нейтринное излучение, видимо, оно тут самое, не просто главное, а как раз причина холодного синтеза и любого движения материи. Ну, я надеюсь, развернуто это самое. Валерий Николаевич мне даст возможность выступить как-то там сообщением. Ну, сейчас вот к критическому эксперименту. Если нейтрино, ну, сейчас отодоксально считается излучение идет, да, почему бы ваш эксперимент, ну, конечно, я понимаю, что сидя здесь на диване легко предлагать эксперименты, но, тем не менее, упростить до предела, да, один эксперимент ставить такой простой, может быть, даже достаточно воды и алюминиевой фольги, а другой – внести туда источник нейтрино, который нам известен. В общем-то, мы знаем источники нейтрино. Ну, конечно, ну, можно оттуда забрать радиоактивный материал, ну, скажем, никель, 63-й, его применить, да, сколько он излучает нейтрино, мы прекрасно знаем. И поставим вот один такой простой эксперимент обычный, второй с радиоактивным никелем и, может быть, даже воды достаточно, ну, водород. Когда говорим вода, это, конечно, водород. И, в общем-то, ну, посмотреть разницу, и сразу будет видно, что действительно, мне кажется, с моей точки зрения, как раз нейтрино тут играет главную роль. Вот к обсуждению, какой эксперимент пока. Ну что, можно ответить, да? Ну, я тоже могу рассказать, как я представляю там, да, вот эту самую схему этой реакции, скажем, никель, 63-й с водородом, да, ну, хорошо, вот пока вот так, чисто, чисто принципиально. Ну вот, Саш, пожалуйста, прокомментируй, расскажи разность. Да, ну вот возьмем источник, допустим, активностью 1 миликвери, это, ну, что-то 10 шестой степени распада в секунду. Ну, примерно, ну, столько же будет и нейтрино излучаться, да, 10 шестой штук в секунду. На самом деле, учитывая, что проникающая способность их и способность к реагированию нейтрино очень низкая, и тем более, что это нейтрино, такие вот ядерные нейтрино, которые, чтобы поймать, которые требуются, значит, такие детекторы многотонные. Вот эффект от нейтрино, который излучается источниками, вообще очень трудно уловить. Вот, и здесь еще одно обстоятельство. Речь ведь у нас идет о нейтрино, которые возникают при столкновениях частиц вещества. Это 10, вот по моим подсчетам, которые никто не опроверг, 10,36 столкновений в секунду в металле в одном кубическом сантиметре металла. Поэтому даже если происходит образование нейтрино с эффективностью 10 минус 10 происходит, то все равно в одном кубическом сантиметре металла возникает 10,26 степени нейтрино в секунду. Поэтому даже если у них очень слабое, притом важно то обстоятельство, что это нейтрино не те нейтрино ядерные, а нейтрино малых энергий, которые взаимодействуют с веществом более эффективно, чем нейтрино вот этих высоких энергий. И здесь вот такой гигантский поток, который совершенно не сопоставим с плотностью потока, который может дать такие изотопы радиоактивные. То, в общем, я сразу могу сказать, что вот этот предложенный эксперимент, он просто обречен на неудачу. Спасибо, Иванович. Меня не присоединили. Он тебя поддерживает. Александр Павлович, можно что-то со связью. Давайте яснее свою мысль выражайте, пожалуйста. Нет, да, он меня не понял. Вот ставим два реактора одинаковых. Один там прекрасно изотопы генерирует, да, как у него обычно. Александр Павлович, мы ваш эксперимент прекрасно поняли. Вы его ответ не поняли. Дело в том, что в подходе, который развивает Пархомов, используются так называемые низкоэнергетические нейтрино. И эта идея, которая муссируется уже многие-многие годы, вот Саша ее взял на вооружение и двигает. Давайте поищем. И это отличается очень сильно от того, что вы предлагаете. Высокоэнергетические нейтрино не взаимодействуют с существом, а низкоэнергетические взаимодействуют очень мощно. Почему об этом идет речь? Нет, а почему я тоже предлагаю низкоэнергетические? Почему я высокоэнергетичный? А потому что вы берете радиационные вещества, радиоактивные, которые рождают высокоэнергетичные нейтрино. Нет, я предлагаю подобрать вещество. Мне кажется, больше всего подходит Никель, 63-й. Он низкоэнергетичные нейтрино излучает. Почему вы решили, что он высокоэнергетичный и так далее? Это по масштабу физики низкой энергии, порядка 50 кФ. А когда я говорю о ультранизкоэнергетических нейтринох, то это нейтрино, имеющие энергию меньше одного электронного вольта. А почему они взаимодействуют эффективно с веществом? Потому что у них становится большая длина волны Дебройли. Поэтому взаимодействие может быть охвачено сразу много частиц. Вот в чем изюминка. Александр Григорьевич, я предлагаю подобрать источник низкоэнергетических нейтрино. Нет таких. Изотопных источников нет таких. Нету. Все они дают. Это правильно Саша говорит. Нет таких источников. Самые низкие изотопные источники, ну, не с КФ. Это, да. А удела природы, что ли? Нет, такого быть не может. Александр Павлович, все-таки почитайте книги. Ну, что вы, справочники, возьмите справочник. В конце концов, нельзя же, так сказать, ликбез устраивать здесь, так сказать, если вы не знаете. Давайте не будем ругать Александра Павловича. Александр Павлович, ваше предложение. Вот тут два специалиста у нас по ядерной физике, Баранов и Пархомов, они вам отвечают, что низкоэнергетические нейтрино при ядерных реакциях не генерируются. Ну, минуточку, это, да, курица может, а тут это самое, уже не может. Вот курица ядерной реакции, ядерные распады, о которых вы хотите, и деления, это разные вещи совершенно, и то, что у курицы происходит, вы вот этого, к сожалению, не чувствуете. Александр Павлович, если это у вас все, то спасибо. Дискуссию эту давайте сейчас свернем. Валерий Николаевич, ваше предложение, говорю, убогое. Нет, нет, подожди, Володь Чижов, не надо, вот такие терминами не нужно. Офшаров, пожалуйста, Евгений Михайлович, ваш комментарий. Я не комментарий хочу сказать, я хочу сказать, что я получил чувствительность своего датчика, который на дефилярной катушке и вилке Авраменко. И он сейчас видит колебания эфирной среды, значит, каток, который существует вокруг датчика. Дальше. Я вижу, значит, изменения, колебания вокруг воды. Воздействие, значит, спокойно, значит, определяется воздействие импульсной светодиоды, который, значит, импульсно запитывается, но закрыт экранирующей, значит, пленкой, например, фольгой. И так далее, значит, в принципе, я готов вам, значит, предоставить возможность для того, чтобы, значит, вы просто видели, что это работает. И ваше излучение, которое, я считаю, что это эфирное излучение, значит, я могу увидеть, эти витрии видят, вот этот прибор, он реально видит, он многие вещи видит. Так что я готов, значит, взаимодействовать с любыми теми, кто, значит, готов, чтобы я пришел, я показал. Прибор элементарно простой, там все открыто, там нет, сложностей больших никаких там нет. И любая лаборатория может сделать это. Спасибо за предложение. Я думаю, Пархомов заинтересуется, что есть, кроме еще датчиков обратного тока, например, там операционных усилителей и так далее, есть еще методы. И вот Евгений Михайлович такой метод предлагает. Его, кстати, можно будет сравнивать, например, с шумами в транзисторах и подтверждать работоспособность. Нам гораздо серьезнее, гораздо чувствительность гораздо выше. Ну, это возможно, но это нужно будет подтвердить. Евгений Михайлович, спасибо за предложение. Ну и, Андреш, last attempt to give your floor. Окей, let's try. So, do you hear me now? Yes, we hear you. Could you put your question in Russian? Хорошо, это у меня комментарии, не вопрос, но я попробую по-русски. Ну, я делал сам эксперимент, старался повторить эксперимент Пархомова. Спасибо за доклад, очень интересно было. Вот, для меня интересны эти эксперименты, потому что это вроде бы можно легко повторить. И вот в нашей, вот у нас как раз это не хватает, чтобы что-то легко повторить. Вот я взял раствор лития концентрированный, там был литийобромид, литийохлорид, и вес соли был почти такой, как вес воды, так что сильно концентрированный был. Я брал напряжение 300 вольт, и я освещал раствор только несколько минут, но там было 3-4 минут на 300 вольтов. Вот, потом я взял сэмпл, взял там несколько миллилитров из этого раствора и положил в бутылку, и там через несколько дней я вот вижу, что осадок появляется. Вот я сделал анализ осадка, сейчас это попробую здесь показать, если виден мой экран. Виден хорошо, да. Да, да. Вот это, здесь нужно смотреть разницу между синей и зеленой полосы. Андрош, Андрош, секунду, а вот в вашем эксперименте ты говорил, что 300 вольт, ты к лампе прикладывал, освещал? Да, я освещал, да, да, но это 300 вольт к лампе идет. К лампе, вот чтобы не понятно было. Ну да, это как по методу Пархумова, тоже самое, я хотел повторить. Ну да, вот значит, здесь нужно смотреть разницу между синей и зеленой. Это XRF анализ. И красная это только вода, это как калибрация, красная вода. А потом зеленая это раствор, который вверху, а синяя это взяли из осадка. И вот видно, что где осадок, там появляется титан и серия. И видите, вот здесь пик серии. Это вот видно, что пик есть в осадке, а в других частях нет. А здесь титан тоже есть в осадке, а вообще в растворе нет. И вот это, я поэтому показал, что это, думаю, интересный пример, что вообще даже после нескольких минут иллюминации можно потом видеть трансмутации, обнаружить. Так что это не нужно. Ну, если хороший раствор взять, тогда несколько минут достаточно. И что в этом еще интересно, я думаю, что так как осадок, он начал появляться там за некоторое время после эксперимента, я думаю, это поддерживает о том, что и Пархомов говорил, что что-то выделяется, какие-то частицы выходят из вольфрама, и потом эти частицы, они там останавливаются в этой среде, сейчас в растворе. И потом эти трансмутации, они тогда вроде бы проходят даже не при время иллюминации, а потом, после эксперимента, они постепенно проходят эти трансмутации. Вот это, мне так кажется, процесс. Вот в моем примере здесь мы только титаны и серию обнаружили. А вот если взять трансмутации, которые в презентации Пархомова с фольги алюминия, вот очень трудно для меня понять, что происходит, потому что с одной стороны есть литий появляется, это как распад, с другой стороны и бизмут появляется, а бизмут очень много алюминий нужно соединить для бизмута, так что это вообще трудно понять, какой же здесь процесс проходит. Ну, надеемся, что с временем поймем, что здесь проходит. Это мой комментарий. Андрюш, вопрос небольшой. Вот мы смотрим, красная, ты говоришь, это вода, она какая, дистиллированная? Да, да, дистиллированная, да, это для калибрации дистиллированная вода. А откуда у тебя в дистиллированной воде, в воде там селится мкальция, хлор? А, это, нет, нет, вот еще раз, что хлор это здесь, это уже зеленая и синяя, видите? А я вижу пик на красный, такой же, близко к хлору, это что за пик на красный? Ну, это от инструмента, разные там пики, потому что это здесь, это род это, здесь разные инструменты от пика, от инструмента. И вот поэтому это вода для калибрации использованная, чтобы потом мы смотрели не на пики инструмента, а, например, здесь роди. А что такое инструмент у тебя? Ну, это, это XRF, XRF инструмент. А, это от самого анализатора? Да, да, от самого анализатора, для этого калибрации, чтобы мы не смотрели пика от анализатора, а только те, которые потом мимо пика воды видим. Ну, хорошо, спасибо за эту картинку, она, так сказать, ну, поучительная, я бы сказал. Да, ну, ясно совершенно, что сами инструменты, как их называет Андреш, вот, то есть, сами анализаторы дают четко знать что. Это очень грязные вещи, очень много различных побочных веществ в самих анализаторах имеется. Спасибо, Андрешу. Пожалуйста. Спасибо. Вот, Александр Павлович, еще раз. Павлович, можно не сказать, как это предложение сказать? Вас очень плохо слышно, у вас что-то со связью. Пожалуйста, вот только что, не надо спор устраивать по предыдущему предложению, потому что вы не очень хорошо в эту тему вошли, поэтому не надо устраивать спор. Если что-то новое хотите сказать. Нет, не спор, я просто, это самое, ну, затрагивает же, когда с порога отвергается, по-моему, зря. Дайте я несколько предложений скажу. Вот что меня натолкнуло на такое предложение? Ну, и, соответственно, теория подошла. Это у нас же земля, ядро земли. Если мы посмотрим состав, там никель, частично есть радиоактивный, частично калий радиоактивный, есть железное ядро. Образуется, синтезируется водород. И, соответственно, вот как раз низкая энергетичная реакция там и проходит. А откуда тепло? Вот это и натолкнуло. Похоже, надо посмотреть у природы. Это все должно вот тогда получиться. Вот это я хотел добавить. Откуда водород у вас берется? Он синтезируется по вашему виду. Откуда он синтезируется? Вы что? По ортодоксальной теории или по эфирной теории? Из эфира синтезируется. Ну, все, все, капут. Как капут? Масса Земли увеличивается. За счет чего? Ну, ладно, ну, все. Вот, посмотрите. Почему капут, Толь? Во-первых, он нарабатывается, водород. Во-вторых, его земля нахватала на стадии формирования еще, по Ларина теории. Друзья, друзья, давайте сейчас не устраивать здесь свалку. Говорим по очереди. Очередь устанавливаю я. Пожалуйста, отрезывайтесь. Всем известно, водород из-под земли выходит в шахтах. Всем известно. Александру Павловичу спасибо. Александр Павлович, мы поняли вас. Я бы сказал так. Примирительную хочу речь сказать о том, что, возможно, Пархомову, по сути дела, суть вашего предложения, возможно, Пархомову нужно объединить никель-водородный реактор, который он исследовал много лет назад, вот с этой лампой, которую он в настоящий момент применяет, для того, чтобы найти какие-то новые эффекты. Возможно, вы ими надо. Валерий Николаевич, не так же. Я же говорю, радиоактивный никель надо или калий внести туда. А тот у него реактор был. Там радиоактивности не было преподнесенной никакой. Я говорю, радиоактивный материал. Да, но это будет никель-водородный реактор, радиоактивный никель с водородом реактор. Вот ваше предложение. Спасибо. Спасибо. Давайте на этом закончим с вами. Потому что у нас... Ну, я еще хочу что-то сказать. У меня тут тоже есть... Масса Земли увеличивается за счет... За счет земли массы. Володя, 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 я просил, я просил, я просил не выступать без разрешения. Иначе у нас тут будет... А можно мне несколько слов сказать? Саш, подожди, я хочу что-то сказать. У меня есть что-то сказать. А после, конечно, я дам тебе слово. Спасибо, что ты видео включил. Потому что иначе мы тебя не видели в предыдущих. Значит, друзья, во-первых, я убедился сегодня, что у нас, к сожалению, нет специалистов по теплообмену. Тепло-массообмену, эту науку так называют, тепло-массообмен. Потому что вот нестационарный теплообмен, а, собственно, этим занимается одна из обстоятельств, которые сопутствуют эксперименту Пархомова. Я ему об этом говорил. Он, мои слова... Это важнейшая составляющая этого эксперимента. Я ему об этом говорил. Он, к сожалению, этого услышал, естественно, но не учел и как бы не учитывает. И вот о чем идет речь. Это довольно нетривиальная наука, нестационарный теплообмен. Хотя уравнение ортодоксальный нестационарный теплообмен. А он базируется на двух безразмерных величинах. Так называемый фурье-параметр – это безразмерное время, которое определяется отношением физического времени к некоторому времени, которое определяется термосвойствами и массовыми свойствами вещества. И второй параметр – это параметр био. Био – это отношение, грубо говоря, термосопротивления внутреннего вещества к термосопротивлению наружному. И вот эти два параметра безразмерных, они определяют нестационарный теплообмен. Это довольно сложное. Решать задачу эту аналитические люди не умеют. Поэтому некто Будрин лет, наверное, уже 80 назад или 60 создал таблицы для того, чтобы рассчитывать, как будет тепло распространяться в этом веществе, если его нестационарно нагревать. Почему я утверждаю, что все равно нагревается там? Потому что радиационный теплообмен в инфракрасной области, особенно в ультра-инфракрасной области, исключить просто невозможно. В принципе, невозможно. Поэтому там обязательно есть процессы теплообмена, которые нестационарные, которые надо учитывать. Кроме процессов, связанных с этим агентом, о которых говорит Фархобов. Ну, безусловно, экспериментаторы что-то чувствуют всегда и понимают, что иногда могут формулами свои не выразить, какими-то теориями, писанными на бумаге, а просто чувствуют, что нужно как-то еще каким-то образом это объяснять. Вот это двигает Фархобов, и он, пожалуй, что прав. Потому что вот пять лет назад, может быть, даже уже больше, мы с Барановым проводили эксперименты, которые опубликовали в наших конференциях, которые называются дальнодействия при процессах теплообмена. Мы обнаружили такую вещь, что если взять и термопару, поместить за очень хороший теплоизолятор, там пять сантиметров теплоизолятора, поместить в термопару, а потом просто человеку подойти к теплоизолятору на стояние метр, и по ортодоксальному нестационарному теплообмену тепловой поток через вот эти пять сантиметров теплоизолятора будет продвигаться 30 минут. А вот термопара в наших экспериментах мгновенно чувствовала, что кто-то подошел вот с той стороны теплоизолятора, пять сантиметров, целая коробка такая, кто-то там есть, и термопара прекрасно это чувствует мгновенно, не надо ждать 30 минут, как говорит ортодоксальный теплообмен. Поэтому я совершенно согласен с Пархомовым о том, что какой-то агент есть, мы этот агент в свое время назвали коронием, это слово не прижилось почему-то, хотя его выдвигал Менделеев. Вот сейчас агент, может быть, этим агентом является низкоэнергетический нейтрино. Пожалуй, что это тоже хороший агент. Я, в принципе, поддерживаю вот эти эксперименты, которые Пархомов сегодня показал, но все-таки еще раз прошу нормальным образом учесть возможные ортодоксальные процессы, которые влияют на все то, что мы тут на сегодня наблюдали. Вот если это вычесть для того, чтобы критику исключить различную, которая просто в самом начале отвергнет все вот эти измерения, тогда это приобретет еще большее значение. А так это впечатляет, это все. Спасибо Александру Георгиевичу. Саш, твой комментарий заключительный. Ну вот последние слова Валерия относительно того, что нужно более точно подходить к оценке динамики термодинамики, то есть в теплопередачу, которая происходит. Конечно, она происходит в динамике, но по возможности вообще эти процессы, конечно, хорошо было бы учитывать. Мало ли чего было бы хорошо. Это вообще чрезвычайно трудно. И надо смотреть на реальные зависимости, которые получаются на графиках. И вот из них попытаться максимально попробовать извлечь максимально достоверную какую-то информацию. Конечно, установка не идеальная, это безусловно. Но подумайте сами, как вот идет тепловыделение на уровне киловатта. И надо измерить тепловыделение, которое вот находится на расстоянии там 2 сантиметра, и измеряется, ну скажем, 10, значит, максимум 100 милливатт. Вот такая установка. Я попытался такую установку сделать, но вроде бы что-то и получилось. Очень много было всяких замечаний, предложений. Я очень благодарен за ту дискуссию, которая здесь была. Она была интересной и плодотворной. И в моей дальнейшей работе она, наверное, поможет. Ну вот здесь вот как-то закривали Александра Павловича Никитина. Но я думаю, что первое предложение, конечно, оно никуда не годится. А вторая идея о том, что вот в недрах Земли происходят холодные трансмутации, это вот очень важная идея. Мы вот эту идею некоторое время назад с Чистолиновым обсуждали в частной переписке. Ну что тут? Вот смотрите, ядро Земли, железо-никелевое, нагрета температура больше 5000 градусов. Это вообще, с моей точки зрения, это просто идеальный излучатель нейтрино вот этих вот низких энергий, которое идет, это излучение идет из центра Земли, и выше слоящие слои, там, в мантию и в кору, и там происходят холодные трансмутации. Эти трансмутации идут до тех пор, пока в смысле предел этих трансмутаций понятен. Это вот те ядра, которые имеют максимальную энергию связи, железо-никель. Вот в конце концов образуется железо-никель, который опускается к ядру, и вот ядро таким образом постепенно пополняется. А в мантии, в коре возникают все новые и новые элементы. Этот процесс идет все время, то есть исходя из этой гипотезы. И вот синтез, вот эти изменения состава в мантии, земной коры происходит и в наше время, не только это было где-то когда-то давным-давно задано и сохранилось. Это происходит и в наше время. И тепло, понимаете, вот это вот сейчас существует единственная гипотеза, откуда берется тепло в недрах Земли путем радиоактивного распада. Ну, если посмотреть внимательно, то эта гипотеза, она недостаточна. Она плохо обоснована, просто никто не видит других источников, и поэтому приходится использовать представление о том, что здесь работает радиоактивность. Но разумно предположить, что тепло как раз появляется в результате холодных трансмутаций, тогда все становится на свои места. Александр Георгиевич, там, грубо говоря, не это самое, синтез происходит, синтез внутри Земли, не распад чего-то, а синтез ядер наоборот. И почему бы не повторить ядро Земли? Это заключительное слово этого парфонта. Пожалуйста, пожалуйста. Ну да, хорошо было бы металл такой температуры и посмотреть, что около него творится. Но такой массы, конечно, мы не сможем создать расплавленный металл. Ну да, я думаю, что что-то можно в этом направлении было бы сделать. Это интересное направление. Хватит и 2000 градусов хватит, может быть, 2000 градусов или 1500. А почему обязательно 5000? Это в холодных реакторах как раз это и есть. Ну, вот и происходит это. Не обязательно максимум брать. Ну ладно, пожалуй, хватит. Он не может остановиться. Александр Павлович, Пархомов говорит, что у него 2000 градусов в металле. Примерно то, о чем вы говорите. Вы просто металл другой предлагаете взять, чем у него в этой лампе. А другого отличия нет. А то, что ваш элемент, который вы предлагаете, радиоактивный, он для этого процесса не имеет значения. Но Пархомов это и делает, по сути дела. Все, дискуссию на эту тему давайте не будем продолжать. Александр Павлович, не будем продолжать. Спасибо. Надо попробовать, но он имеет значения. Александр Павлович, спасибо. Я же вас прошу, не продолжайте эту тему. Саш, ну, завершай свою эту самую речь, пожалуйста. Александр Павлович, у вас все подзывы, с урочкой. Саш, мы тебя слушаем. Пархомов. А, еще мне заключительное слово, да? Ну, да. Ну, я уже частично сказал, это заключительное слово. Ну, я хочу, конечно, всех поблагодарить. Много людей, было очень интересной дискуссией, много было полезных предложений, которые я буду думать. Ну, например, вот, предложение о том, что надо посмотреть, как меняется свойство воды. Вот это, может быть, действительно вода может быть каким-то хорошим индикатором этих процессов. Ну, и многое другое. Даже трудно все припомнить. Большое спасибо всем, которые принимали участие в этом вебинаре. И особенно ведущему, Валерию Зателетову. Спасибо, Александр Георгиевич. Друзья, ну, если... Александр Павлович, не обижайтесь, пожалуйста. Мы дадим вам слово. Вы там расскажете о своих идеях. Они у вас нетривиальные. Мы вас очень ценим. Не обижайтесь. Вот. Надеюсь, мы через неделю повстречаемся. Возможно, у нас будет докладчик. Сейчас он созревает. Но, скорее всего, он созреет. И через неделю встретимся. На этом сегодняшний вебинар мы завершаем. И всем огромное спасибо, друзья. Еще одно слово. Вот я сейчас вот эту вот последнюю редакцию презентации пришлю, Валерию, и он распространит. Потому что в той разосланной презентации есть у меня некоторые неточности. Вот Пархомов. Пархомов человек тщательный. Мы это видим по его экспериментам. Он тщательно готовит и презентации. Поэтому через, я надеюсь, часа через 2-3 я разошлю видео нашего вебинара, разошлю новую отредактированную версию пархомовской презентации и разошлю статью, которую мне уже прислал Цветков. Спасибо, Сергей, он мне уже прислал. Разошлю три элемента, будут мои рассылки через 3 часа. Друзья, спасибо, до новых встреч. Спасибо. Всем спасибо. Нет, то, что да. Спасибо. Спасибо.